Самый задаваемый мне вопрос, чувак, я хочу быть актером, что мне надо делать? Помоги мне, помоги мне. Два месяца съемок, это как выглядит режим дня, как выглядит один день из твоей жизни. Обычно звонят за ночь, у нас там есть роль одна, завтра вы что делаете у вас? Когда я снялся в сказе, моей маме звонили родственники, говорили, ваш сын что наркоман? Вы аккуратнее? Она говорит, вы что гоните что ли? Представим, что есть зритель, кто хочет снять фильм для казахстанского рынка. Какие деньги нужно рассчитывать, с какой суммой делиться с кинотеатрами, как эффективно снять казахстанское кино? Уже опытом доказано, что в Казахстане, чтобы отбить свой фильм, ты должен вложить не больше 100 долларов. Понятно. Там есть главная роль мужская, и мы бы хотели вам ее предложить. Я такой, да, да, что? Да, но есть некий нюанс. Я такой, да, я знаю фильм его, какой нюанс? Мне надо фулл фронтал показать, я не знаю, там спин чуть-чуть, не знаю, 15 процентов, что? Всех приветствуем на очередной эпизод «Анферториалл-подкаст». Сегодня у нас в гостях Санжар Мадей, наверное, самый востребованный актер наш казахстанский за пределами Казахстана. Санжар, добро пожаловать в нашу передачу. Благодарю. В нашу передачу. Ну, мы вначале как бы проговорили, да, такая у нас амбициозная цель – снять с тобой каноническую беседу, каноническое интервью, долгое, изматывающее, высасывающее тебе вообще все, на которое, надеюсь, будет ссылаться при ответе на совершенно разные вопросы. Ну, а такая цель, не знаю, насколько это получится, но мы постараемся. Постараемся, да, по максимуму. Ну, наверное, начнем с того, что как бы буквально недавно ты завершил работу над фильмом «Тамерлан». Как вообще дела? Как вообще съемки проходили? Съемки проходили, как всегда бывает для исторических фильмов. Если кто не знает, что если ты подписываешься на исторический фильм, то это априори уже много пыли, грязи, дискомфорта и так далее. И это вот все, такой джекпот мы собрали. Единственное было отрадо то, что я посетил Хиву в Узбекистане, старинный город. Нам позволили снимать прямо внутри этого города. И насколько мне известно, доселе никто там не снимал. И это было очень круто. То есть ты снимаешь в историческом, скажем так, музее, используешь все, что вокруг тебя находится, как реквизит. И при этом, возможно, я не знаю, очень много лет назад Тамерлан, может быть, там же и стоял, и происходили все те же самые вещи. То есть где-то гипотетически ты это себе представляешь. Это было потрясающе. Потом мы переехали в другой город, Ургенч, где, как я понял и на себе испытал, у них какая-то катастрофическая проблема с водой. То есть вода в бутылечках из крана, она вся какая-то отравленная. Или наш организм просто был не готов к этому, но вся группа слегла именно от воды. Мне было очень плохо, но приходилось сниматься в жару, и, ну, опять-таки, а что поделаешь, надо работать, и мы работали. Вызывали скорую. Скорая именно в этом городе приехала, как вот из прошлого, с таким алюминиевым каким-то металлическим кейсом, где лаком написано 03. И она просила у меня воды, скоро у меня просила воды, скоро просила у меня какую-то веревку, и скоро просила у меня черный пакет такой. Знаете, я в состоянии, когда всю ночь я просто обнимался с вантузом таким, а здесь скорая говорит, есть вода, есть веревка, говорю, что вы со мной хотите, есть пакет черный. И у меня все, у меня все плывет, я в таком состоянии, говорю, там, не знаю, я вместо веревки дал зарядку от ноутбука, черный пакет они где-то сами у меня нашли, и потом взяли где-то в воду, я не знаю. И мне, оказывается, сделали такую капельницу, такую импровизированную. И после этой капельницы я через пару часов пошел на площадку. Вау. И сколько длилось съемки? Вообще, в целом съемки длились около двух месяцев. Без перерыва? Практически без перерыва. Перерыв был, когда мы из Узбекистана переезжали в Казахстан, то есть все эпические битвы, массовые битвы, они снимались уже в Казахстане, в районе Тургения. И вот во время переезда был какой-то перерыв, но мне этого хватило, чтобы восстановиться, потому что как только мы закончили, это тоже была прикольная история, мы закончили съемки в Узбекистане, у меня живот просто, просто я не знаю, я его не узнавал, и надо было из Ургенща доехать, долететь до Ташкента, в Ташкенте день перекантовать и потом полететь в Алмату. И у меня следующий, в этот же день вылет в Шотландию через Октаву, потом Великобританию и так далее. Тут только съемки закончились? Только заканчивается, я сразу вылетаю. Но как только я залетел, скажем так, в Шотландию, и как только нам упорили бутылку виски... Proper 12. А, не, это ирландская виски, сори. Нет, там от Чивос нас пригласил, и все как рукой снизилось было. То есть это было идеальное, такой транзишн, нормальная жизнь? Просто да, это вот как будто, я не знаю, какой-то витамин мне не хватало, да, и я такой тук, и все, я забыл, что у меня что-то болело, я такой, кайф, все, класс, мне все нравится, жизнь прекрасна. А пиши, пожалуйста, вот для нас, дилетант, которые никогда не играли в кино, вот два месяца съемок, это как выглядит режим дня, как выглядит один день из твоей жизни во время съемок? Особенно ты просыпаешься? Я скажу с самого начала, как только ты приезжаешь, это называется экспедиция, если ты снимаешься где-то за пределами города, даже если это в твоем регионе, но ты за пределами города, это не отель, то это называется экспедиция. Ты едешь сначала в эту страну, как правило, ты должен доехать до определенного пункта, от него еще на машине пару часов ехать до другого пункта, там тебя заселяют в мини-гостиницу, в отель. У нас был такой случай, что нас заселили к кому-то в дом, что рядом просто ничего не было. Затем вечером идет инструктаж, мы репетируем, идет читка, примерка костюмов, если до этого их не было, финальные какие-то штрихи, когда продюсер, режиссер смотрит, нас это устраивает, это не устраивает. И, как правило, следующий день начинается, но не позже шести утра, то есть ты в шесть утра просыпаешься, скорее всего, это завтрак в отеле специально, потому что в отеле, как правило, в семь, но они договариваются, что это заранее все. И ты выезжаешь на какую-то локацию, тоже фиг знает где, час езды, полтора часа, ты пытаешься выспаться в машине, если это получается. Затем ты приезжаешь туда, там начинается грим, костюм, это еще два-три часа, потом репетиция и уже непосредственно съемки на новой локации. Сколько примерно, условно, за день можно снять минут, которые попадут в кино? Это зависит от, во-первых, самого продакшна, потому что в кино, в казахстанском, в отличие от зарубежного, давай смотреть американское и казахстанское кино. Тамерлан, американское кино? Оно больше американское считается, узбекско-американское, но снято абсолютно по американским стандартам. В день снималось не больше трех сцен, то есть это вот прям супер максимум, который ты можешь себе позволить. В казахстане, как правило, там пофигу смотрят, можно четыре снять, можно пять, можно сделать переработку, попытаться договориться с актерами за бесплатно, то есть как-то немножко все такое, бартерные какие-то вот эти все разговоры, как на базаре, торгашество такое. Здесь все строго, съемки закончились в определенный период времени, все выключают камеру, уходят, все, извините, завтра. Не успели, это значит проблема второго режиссера. Не успели, значит проблема продюсера. То есть завершается день, условно, шесть вечера или пять вечера? В зависимости от того, сколько ты начинаешь. Если ты начинаешь там, в шесть это подъем, но съемка начинается, твое время начинает идти счет твоего времени, когда ты переступаешь на съемочную площадку. То есть дорога, она не закладывается в общем. То есть допустим в шесть ты проснулся, в семь вы выехали, не знаю, час езды или полтора часа, то значит в восемь-девять твой съемочный период начинается. И ну где-то он должен закончиться, может быть, к шести, к семи, к восьми. А есть обед, наверное, в середине или нет его? Да, есть, конечно, без обеда. Никто не работает. Уже к часам, к двенадцать все начинают чувствовать, что пора уже пообедать. Обед, есть два вида обеда на съемочной площадке. Это, как правило, обед 45 минут в час, когда действительно все останавливается, весь процесс останавливается, все просто идут. Там, если, это, как правило, отдельное место, обедают, отдыхают, приводят себя в порядок. Но если ты не успеваешь, называется текущий обед. Когда кто-то освободился, он идет быстренько покушает, его заменяют, и вот так. Актеры, те, кто незадействованно кушают, и вот так все быстренько, быстренько, быстренько. Интересно. А получается, когда, условно, ты работаешь над своим диалогом? Это во время утренней поездки или вечером? Я делаю это за ночь до самой съемки. Как правило, я не утружду. Я сначала читаю все, чтобы для себя понять вообще всю историю. Как правило, это идет до вообще начала всех съемок. Как только я подписываю контракт, да, я начинаю уже полностью входить в историю персонажей. А уже непосредственно перед днем съемок, ночью, я начинаю методично, раз за разом перечитывать, перечитывать, находить. Именно те сцены, которые будут сниматься. А сколько, условно, ну, в среднем страниц весь сценарий фильма когда-то вот? Одна страница, одна минута. Ага. Ну, то есть, условно, в среднем, там, сценарий, там, сто страниц? В среднем, да. То есть, это закон. Одна страница сценария – это одна минута фильма. Да, да, да. 90 минут, 90 страниц, 90 минут. Понял. Ну, и вот как быстро ты можешь сценарий съесть еще до начала съемок? Ты имеешь в виду, выучить или прочитать? Не, просто прочитать его, ознакомиться с ним. Опять-таки, есть два варианта. Или, там, может быть, у кого-то больше. Как правило, люди просто берут, и когда присылают электронную версию, они просто берут и читают только свою часть. И для них этого достаточно. И я понимаю этих людей, потому что им не обязательно знать, что дальше происходит. Это для игры, и, может быть, где-то полезнее. Но есть и другая сторона медали. Когда ты читаешь весь сценарий, ты можешь узнать о своем герое через других героев. Когда они тебя обсуждают, они о тебе дают больше информации, нежели где ты сам что-то говоришь. И это я отдельно выписываю. Потому что это раскрывает твоего героя, его персонаж, его вообще эмоциональную какую-то составляющую. Это очень важно. И этому я обучаю в своей школе, когда вам дают какой-то кусок сценария для репетиции, для кастинга. Как правило, лишнее они пытаются вычеркнуть, зачеркнуть. Максимально попытаться, я не знаю, на свет как-то прочитать, что было до или что идет после фраз. Это даст человеку, который проходит кастинг, больше шансов получить роль, нежели который просто прочитает именно свою. Ага, ага. А как вот быть условно... Ты очень востребован актер, у тебя много сценариев приходит, наверняка ты многим сценарием отказываешь. Как вот найти вот этот правильный баланс, инвестировать время в этот прочитатель сценарий или просто отказать в самом начале? Есть ли там какие-то хаки? Очень много, да, достаточно количества приходит сценариев и приходится очень, опять-таки, методично отказывать. Во-первых, я сначала не запрашиваю весь сценарий, я запрашиваю синопсис, краткое описание. Понял. Логлайн, даже иногда достаточно логлайна, это вот пошагово, что герой делает, куда идет и так далее. То есть это вот как бы некая твоя идея, которую ты написал, и этого достаточно, чтобы из этого создать целый сценарий. По логлайну уже опытный режиссер, продюсер, актер, он понимает, куда это ведет история. Если это супер неинтересно, неактуально, это нигде у тебя не резонирует внутри, ты уже на синопсис, логлайн читаешь, говоришь, слушай, чувак, ну это не мое, слушай, ну герой уже 300 раз его показывали, эта история 300 раз уже пройдена, мне неинтересно, извини. Понял. У меня было такое. Я даже, была история, когда я снялся в одной картине, и пять лет спустя другой режиссер мне предлагает почти тот же самый сценарий, только где поменялись имена героев. А он при этом знал, что ты играл в кино? Я ему объяснил, он говорит, друг, смотри, вот я ему скинул трейлер, скинул всю историю, говорю, я уже снялся в таком фильме, один в один. Причем в фильме, который я снялся, он был, оказывается, слизан с другого американского фильма. То есть, получается, история немножко еще дальше идет. Я говорю, это, скажем так, ремейк американского фильма, который адаптировали под Казахстан, и ты теперь хочешь взять, еще раз переснять со мной этот же фильм, который был снят еще в Америке. Я говорю, зачем тебе это надо? Нет, чувак, это я придумал. Я говорю, ну блин, даже если ты это придумал, как так вышло, что все герои, вся история, она один в один. Ты просто как берешь, меняешь имя одного героя на другое, и все. Я говорю, мне это, извини, мне это неинтересно. Он обиделся. Понял, понял. То есть тебе, как профессионал актеру, очень важно, скажем так, находить новые для себя челленджи, то есть какие роли я не играл. Ну, возьмем того же Ди Капри, он, наверное, интересен тем, что постоянно каждая роль у него сильно отличается с предыдущей. Он смог из этого футляра, я не помню, как их звали, его герои в «Титанике», выйти за пределы. Джек. Да, Джек. Джек и Роуз. Да, Джек и Роуз. И вот этот вот романтический образ, да, вот это вот все, этот вот романтический образ, он его столько раз пересоздал, да? В этом плане, ну вот я вижу, как твои роли, у тебя там потрясающая трудовая этика, и вот это желание исследовать. Что дальше, что дальше? Какой новый пик, да? Здесь, опять-таки, есть, у меня лично, у других не буду говорить за всех, у меня лично есть два выбора, когда я подготавливаюсь, или когда мне приходит роль, я смотрю, что мне с ней делать. Первое – это коммерческий интерес. Приходит роль, говорят, это коммерческий фильм, то есть у него достаточно большой бюджет, и продюсеры, продюсерам просто жизненно необходимо, чтобы в этом фильме был узнаваемый, скажем так, герой. Иначе этот фильм, ну, никто на него не упадет, потому что там очень много неизвестных. Нужен такой… Якорный. Якорь, да. Но это, я не открою, да, Америку, то есть так очень много делают, очень много делают с блогерами, вайнерами и так далее, просто ради рекламы. Я говорю, хорошо, раз вы мне честно говорите, что вам нужен якорь, я вам честно говорю, что я за это беру вот столько. Да, да, да. То есть давайте быть честными друг перед другом. И опять-таки, когда даже доходит дело до уже самого сценария, я читаю, если мне неинтересно, но платят хорошие деньги, к сожалению, я отказываюсь, потому что это все равно идет в мою фильмографию. Даже если есть какая-то толика, что я могу поменять героя, что его какую-то мотивацию, то есть что сыграть, есть что-то необычное для меня, окей, я соглашусь. Но если он абсолютно плоский, абсолютно неинтересный герой, то сколько бы ни платили, я говорю, извините, может быть, возьмете кого-то другого. И второй вариант – это авторское кино, где, как правило, к сожалению, нет денег, нет бюджетов, нет театрального будущего, потому что наши кинотеатры, они как черт ладана боятся авторского кино, и, как правило, для них авторское кино – это вот 10 минут статичный кадр, где дерево колышется, ничего не происходит, для них авторское кино – это вот это. Но, как показала практика, казахстанское авторское кино – это сейчас настолько крутой мейнстрим во всем мире. И у нас настолько крутые и молодые, и немолодые режиссеры, которых просто с руками и ногами ожидают на самых лучших кинофестивалях мира – венецианские, берлинские, каннские. Перечитать можно там «Эй-класс», как минимум все ждут наших кинофестивалей. А в чем секрет? Как думаешь, с чем связан такой венецианс наших независимых инди-фильмов? Мне кажется, просто идеи, которые появляются у наших режиссеров, они находят именно какую-то середину между самой историей и тем, как это показать красиво. То есть, опять-таки, у авторского кино есть разные поджанры. И почему, допустим, в кинотеатре думают, что это такое все пессимистическое? Потому что действительно какое-то определенное количество времени и, может быть, даже какие-то определенные страны они снимали суперпессимистическое кино. То есть из грязи там все, плач, кровь. Вот если показывают Казахстан, то это вот Казахстан какой-то, я не знаю. Фильм «Тульпан», да, 2009 года? Даже еще бывает чернее. То есть здесь была некая история показать именно, шокировать зрителей. И я потом разговаривал с европейцами, они говорят, да. Вот представьте, мы европейцы, приезжаем на кабриолете, на Каннский, на красную дорожку. Мы приходим, смотрим фильм, где, грубо говоря, в Казахстане все в грязи, здесь бараны, лошади тонут, там еще что-то, дети плачут, повозка не может сдвинуться. И ты вот все. Ты это, конечно, переживаешь. Фильм заканчивается, и ты садишься в свой кабриолет, едешь на свою яхту, и за бокалом шампанского ты обсуждаешь, как вот в этих странах третьего мира жутко живут. То есть это очень экзотично отличается от их жизни. Но наши режиссеры научились снимать про Казахстан через призму уже не грязи и какой-то там какой-то отсталости от всего мира. Наоборот, даже взять фильм «Горный лук», очень талантливого режиссера Эльдара Шибанова. Это его дебют, но через яркие краски, через юмор, через какие-то семейные ценности, проблемы именно внутрисемейные показать. И даже он показал не Казахстан, не Алмату, не Астану, а именно пригород и природу. Так красиво, что когда мы летали в Саудовскую Аравию, премьера была на Венецианском кинофестивале, они говорят, где это так красиво? Почему так красиво показали? А потому что у нас так красиво. Не обязательно снимать грязь, чтобы кого-то шокировать. Вся история — это сценарий, это в самой истории. Если история интересна, ты можешь ее упаковать как угодно. А вот «Нед Таберлан» — это, я так понимаю, фильм «Недликсовский», да? А может быть, сейчас тут добьем про авторское кино. Давай-давай. Это один из ярких представителей, это Алихан Иржанов, которого ты сейчас снимался, может быть, расскажешь, как он работает, потому что он клепает там чуть ли не 3-4 фильма в год, и вот как ему дается, и как тебе с ним работать, и как у него получается создавать такие миры. Да, вот второй режиссер, с которым мне очень приятно всегда работать, это Алихан Иржанов, которого тоже с руками и ногами ждут на Венецианском, на всех кинофестивалях мира. У него действительно потрясающая работоспособность, 3-4 картины в год. Даже бывали такие случаи, когда один кинофестиваль уже принимал его фильм, и через несколько месяцев приходит сообщение, что он еще один фильм подает на этот же кинофестиваль, и отборщики говорят, что происходит. Нам нравятся два фильма, какой из них нам взять. Были такие случаи. Но сейчас я знаю, что он немножко взял такой перерыв, чтобы не снимать, как с Тахановичем, по 3-4 картины. Он создал свою киновселенную, Ау-Каратас, где все истории, они между собой связаны. У Адильхана есть свой почерк, и кинокритики его просто обожают. Работая с ним, ты не чувствуешь какую-то границу, где фильм перестает быть фильмом, и он превращается в какое-то, скажем так, не знаю, какое-то искусство, именно как написанное на холсте, но которое начинает двигаться. Это как в Гарри Поттере, когда картинки просто начинают оживать. И я это понял, я осознал, что я, оказывается, даже и 20% не понимают в том, что я снялся. Это была картина «Бой от Бая», когда мы презентовали, примера этой картины была на Варшавском кинофестивале. Это ты, где играешь ММА бойца ММА? Да, бойца ММА. Ну, то есть для меня, когда мы с ним прорабатывали роль, он говорит, да, вот боец ММА, вот здесь два месяца, естественно, это отдельная история, как я к этому готовился. Но я не посмотрел и не удослужился понять, еще шире посмотреть на этот фильм. И для меня это было огромным удивлением, когда после премьеры собрались кинокритики с Европы. И один кинокритик, я помню, он задал такой трехэтажный вопрос. То есть он был, примерно, звучал так. В сцене, когда выключается свет, и камера поднимается наверх, и стоит Дева Мария с ребенком на руках. Была ли это отсылка к картине какого-то такого-то писателя, авангардиста, там, 72-го года, или же это была отсылка именно к 54-му году, когда он пытался скопировать именно тот того, который с ним в 2-й. Или же вы хотели показать именно этой Девой Марии, что... И вот я слушаю, думаю, вау. Слушай, а действительно, какого фига она там была? И что он хотел показать? И Адельхан такой, да, вы знаете, на самом деле, это вот я хотел показать именно 54-го года, когда... То есть я хотел именно показать истоки, не того, кто ее уже спародировал, а это была отсылка на другого режиссера, который снял. Я думаю, вау, как так? Да-да-да, многослойное кино вообще. Просто, она даже не только многослойная, она как слоеный пирог такой. И я знаю, когда ему задают вопрос другие журналисты, которые особо не понимают ничего в кино. Они говорят, а что вы хотели этим показать? Да-да-да. Но он говорит, ничего. И я его понимаю. Он постраивается под вопрос, да, получается? То есть он такие пасхалочки везде закидывает. Кто их понимает, они прям кайфуют от этих пасхалочек. И вот второй вопрос был такой же. И третий, я сижу, думаю, нам вопроса не задали ни одного актера. Все режиссерам, да? Все ему. И кинокритики, они просто, я видел, как они млели от того, что, а вот в той сцене, когда на-на-на-на, это была отсылка на Ренуара, или же все-таки на еще кого-то? Потому что мы знаем, что вот он скопировал, да, это была отсылка. И вопрос был, и ответ был там, пятиэтажный. И оба были счастливы, и мы были счастливы от того, что мы наблюдаем такую игру разумов. Да, ну вот я помню цитату Брюс Ли, да, про то, что кино – это творческая коммерция или коммерческое творчество, да, и вот здесь как раз-таки два мира сталкиваются, есть бизнес в своей части, здесь вот как раз мы говорим про искусство, да, вот именно. Я помню, когда я обучался на режиссера в Америке, нас наругали, нам дали снять такой небольшой этюд, и было задание прикосновения снять, просто прикосновения. Нам дали 16 миллиметров рефлекс, камеру, прям на пленку, мы пока все это, это очень долго все вымеряется и так далее. Все сняли просто прикосновения, друг друга что-то задели, мы же киношники, мы приехали уже с опытом, в 2011 год, 2010 год, мы решили снять так, что женская рука, кофе, то есть крупным планом, опускается, здесь мужская рука входит в план, касается женскую руку, и она потихонечку ее убирает. Здесь целая история, здесь взаимоотношения, здесь страсть, здесь любовь, бредательство, неважно, каждый это додумывает сам. Статичный кадр, только руки, только прикосновения. И мы такие все в ожидании, сейчас нас похвалят. Да. Блин, мы такое сняли. И наш американский режиссер говорит, так, вот теперь мы подходим к истории наших казахстанских студентов, ребята, какого черта вы это сняли? Ага. Мы такие, в смысле, какого черта? Вы хотите авторское кино, езжайте там в свою, не знаю, Бельгию, во Францию. Вы в Америке, да? Вы, черт возьми, в Америке, здесь билет 109, 99 баксов. Никто нахер не хочет думать, зачем он прикоснулся к ней. Если она держала кофе, чашку кофе, значит, она держит чашку кофе. Все. Не должно быть никаких подтекстов. Там, трансформеры, все понятно. Там, не знаю, Fast and Furious, все понятно. Никакого не должно быть подтекста. Свою херню снимайте там, не знаю, где-нибудь в Европе. Не знаю, как будто там дерьмом так облилим. Таким, да? Ну ладно, извините, мы будем что-нибудь другое снимать. Но для нас это был такой хороший показатель того, разница между американским кино и именно европейским. А это какая киношкола была? Нью-Йоркская киноакадемия. А, НИФа? Найфа, Такой вопрос, как фоллоуап для этого. Как думаешь, какие мировые режиссеры вот нашли классный баланс между вот этим искусством и бизнесом? То есть они снимают невероятно успешное кино в плане бокс-офиса, но с другой стороны они находят способы там Нолан. Да, не жертвовать своим творчеством. Мне кажется, Нолан, Уэйс Андерсон. Много кто? Если брать прям таких. Я знаю, что Спилберг, он снимает один для зрителя, один для себя. Один для зрителя, один для себя фильм. Последний вот этот, наверное, про его личную биографию. Да, да, да. Вот это явно не бокс-офис фильм. Абсолютно. То есть, ну опять-таки, список Шиндлера. Он был снят, если не ошибаюсь, после Парка Юрского периода. Да, да. После того, как Парк был прям подряд. Мега популярен, он снимает список Шиндлера для себя. Дальше еще одну часть что-то для себя. И мне кажется, это правильно. То есть в любом случае у каждого художника есть какая-то своя внутренняя история, которую ты хочешь показать. Но есть огромные корпорации, которые говорят, чувак, снимают для масс-маркета. У тебя это хорошо получается. Свою историю потом как-нибудь снимешь на свои деньги. Но они нашли вот эту грань. Нолан, конечно, просто гений. В этом плане Pixar, да, интересно подходит. То есть чуть по-другому. Они, у них получается каждый год должен быть сиквел. За это они имеют право каждый второй год снимать оригинальные фильмы. Получается, сиквел это, понятное дело, меньше риск в плане бизнеса. Абсолютно. И с другой стороны, что такое сиквел? Сиквел это отсутствие чего-то нового. Сейчас просто абсолютная проблема в сценариях, в историях. И даже конкретно сейчас, пока мы с тобой говорим, начинается забастовка гильдии сценаристов. И наш режиссер, который снимал «Тамерлан», американец, говорит, слушай, если бы мы сдвинули наши съемки на три месяца вперед, мы бы могли взять любого актера класса A, Моргана Фримена, потому что они сейчас безработны из-за забастовок. И взять его просто за копейки, ну вот. А с чем забастовка связана? Права, там что-то внутреннее. Я не вдавался в подробности, но там все время требуют какие-то права, и это правильно. Ну, это у тебя был первый, да, получается, опыт работы в Netflix продакшне? Или нет? Там не совсем, не 100% Netflix продакшн, то есть, да, компания, команда вся была практически американская, но, опять-таки, уже после того, как я отснялся, я узнал, что этот фильм должны показать для Netflix, то есть, они ждут его по их правилам, но так как это новый рынок для них, центрально-азиатский, они должны посмотреть, что получилось, и если им нравится, они его берут себе на платформу, и плюс сразу выгонят деньги на сериал. понял, понял, то есть, есть возможность, что этот фильм найдет продолжение. Ну, и тогда, наверное, такой вопрос, с которого, в принципе, я планировал начать этот эпизод, но... но все пошло не по сценарию. Да, ну, как обычно. Совет для, наверное, может быть, смотришь на нас будущих актеров, какие вот есть лучшие и худшие элементы карьеры актера, если рассказать, чтобы дать такой сбалансированный взгляд, да, потому что, может быть, люди, которые хотят стать актером, они видят, скажем, там, только одну часть картины, да, то есть, не полную, да, то есть, какой ты рассказал про съемки, давай поговорим еще, может быть, какие-то, может быть, начнем с положительных частей, чтобы было все, какие есть плюсы от этой карьеры. Давай я начну с примера. Давай. Самый задаваемый мне вопрос. Чувак, я хочу быть актером, что мне надо делать? Давай, давай. Помоги мне, помоги мне, помоги мне, помоги мне. Доходит чуть ли не там, я не знаю, до того, что на меня начинают нападать, и говорит, давай, где-то в Меге меня встретил мужик какой-то, я очень харизматичный, я талантливый, возьми меня в актера, я говорю, а ты что-нибудь сделал для этого, чтобы стать актером? Нет, зачем? Я говорю, ну сходи на актерские курсы, не обязательно идти в университет, сходи на актерские курсы. Не-не-не-не-не-не-не. Я готов, да? Какие курсы? Я все готов, я должен был играть в фильме таком-то, но знаешь, я там повредил себе ногу. Я говорю, слушай, это лишняя информация, мне она не нужна. Что ты сделал, чтобы стать актером? Да мне ничего не надо, просто мне надо помочь, мне нужно, чтобы кто меня туда запихнул, и я все дальше сам. Это так не работает. Ежегодно во всем мире, ладно, не будем брать весь мир, возьмем Казахстан, ежегодно сколько выпускников выходит из университетов по профессии актера? Куча, сотни, ежегодно. Со своей колокольни я могу сказать, что работая в этой сфере, практически никто не говорит, что он закончил университет. То есть люди приходят извне. Что это доказывает? Что, скорее всего, может быть, чему-то не тому учат в университетах 5 лет. Или они делают что-то неправильное уже сами по окончанию. А плюсы того, какой точно был вопрос, что нужно? Ну, то есть плюсы-минусы, наверное, карьера актера. Ну, плюсы, естественно, все видят, это знаменитость, это популярность твоя, это деньги, это рекламы, это какие-то там контракты. Естественно, для большинства кино это на последнем месте стоит. То есть я хочу быть популярным, я хочу быть знаменитым. Я говорю, чувак, знаменитость, популярность, это только погрешность. Это оно дает тебе новые роли, но никак не встает на первом месте. Если для тебя первое место знаменитость, популярность, извини, ты актером не станешь. Вот и все. Это главное правило. Оно дает тебе возможность получать роли. Если ты популярен, значит, продюсеры видят в тебе потенциал. Значит, они будут сначала тебя рассматривать и только потом остальных. То есть популярность – это следствие любви к игре? Абсолютно. То есть это… Оно не должно быть первоначально. Акценты надо правильно расставлять именно изначально, когда ты идешь, если ты выбираешь себе эту профессию. Второе – ты должен быть просто отчаянным до мозга костей, что эта профессия не дастся тебе ни с первого, ни со второго, даже ни с десятого, ни с двадцатого, может быть, даже ни с сотого раза. Я когда начинал в 2009 году, я начинал… А я начинал вообще с 2003-2004, я был массовка у массовки. Кочевник, да? Кочевник, да. Отвратительный фильм, честно сказать. Марк Декаскесов работался с ним, нет? Я с ним… Уже последствия, да, Илья? Нет, нет. Кстати, я должен был с ним встретиться, но как правильно выразиться, у него был огромный взлет 90-х, особенно когда его были фильмы. Потом, когда пришла новая волна актеров, он стал немножко неудел, у него была своя передача, насколько я помню, в Америке, какая-то реалити или лайф, где он получал какой-то определенный доход и особо не стремился в кино. Он был такой, как, как говорят, сбитый летчик, да? Но как только появился Джон Уик, его взяли именно в Джон Уик. О, вот оно что. У него опять пошел взлет, и мы должны были с ним сняться в одной картине до Джона Уика, но после Джона Уика он сказал, ребята, я все возвращаюсь в кино, и у нас не получилось. Я очень рад за него, я очень просто, я очень… Мне очень нравятся истории, когда человек не сдался, не опустил руки, он работал, работал, работал. Второе лихание, да? Да, и при, скажем так, новых обстоятельствах, при новых возможностях, я не знаю, там сейчас что, новые технологии, ты опять-таки востребован и уже в таком возрасте. Похожая история была у Гэри Херюки Тагавы, тоже. Он был в Казахстане, там, в странах Суги. «Your soul is mine». «Your soul», да, «Шансун», в «Mortal Kombat». Но потом опять, потом в Хатико вроде он взлетел, и опять его все забыли. Но в сериале «Man in a High Castle», «Человек в высоком замке», бум, все. Он себе заработал на две жизни вперед. Мы с ним знакомы, мы с ним дружим. Это история из его густ, скажем так. Это вот плюсы, да? Давай возвращаться к минусам. Ну вот ты про некоторые из них сказал. Шесть утра вставать через двух месяцев. Это не самое страшное вставать шесть утра. Тем более, в самом начале карьеры тебе будут относиться как к какому-нибудь немножко второсортному человеку, особенно на площадке. Если ты никому не известен, ты еще не приносишь деньги корпорациям, компаниям, у тебя вряд ли будет свой актерский, как это, вагон, актервагон. Да, трейлер, да? Трейлер, да. У тебя вряд ли будут какие-то ассистенты, тебе вряд ли будут принесить воду. И вот ты должен будешь это терпеть, какое-то количество времени, до тех пор, пока ты не станешь популярным. Но популярность в Казахстане, популярность, скажем так, в азиатских странах, она очень разнится. И это, мне кажется, очень сильно связано с менталитетом нашим. У нас нет такой фанатичности к чему-либо. Если брать фан-базу, я не знаю, тоже Корея, Япония, Китая, если кто-то выходит в популярность, топ-10, 20, начинается просто боготворение этого человека, создаются франшизы, создаются мерчи, продают маленькие кофты, наклейки, блокноты. И на этом продюсеры, корпорации, они делают деньги. Они видят, что человек популярен, они вкладывают деньги в мерч, и они с этого мерча еще больше получают. Естественно, этот актер, певец, неважно, команда, он получает еще больше денег. Здесь у нас такого нет. У нас почему-то любят фанатеть именно по зарубежным больше всего. Что там лучше, там красивее, там талантливее. Как-то вот так, к сожалению, опять-таки. Но корейский рынок, мне чем он нравится, тем, что они взрастили популярность внутри своей страны. И мне рассказывали ребята, когда они прилетели на один из Кусанских кинофестивалей, в каком-то году то ли Лео Ди Каприо, то ли Брэд Питт приезжал. Но до него шел кажется, Ли Мин Хо, корейский актер. Толпа просто ее еле сдержали. Они визжали, пищали, кричали просто. И за ним шел уже кто-то из класса американских. Ноль реакций. И когда спросили, а почему корейцы, а кто это вообще? В смысле, вы не знаете, нет, не знаю, какой-то американский актер. То есть, здесь конкретно уже, я знаю, что это было проделано колоссальную работу создать именно движение кей-поп, дорама и остальные вот эти все движения, которые вложились в миллиарды долларов, были наняты лучшие маркетологи мира, но оно окупилось, я не знаю, во сколько раз. я убедился в этом, когда я ехал из Лос-Анджелеса в Лас-Фегас и мы случайно остановились в какой-то замухрыжной АЗС, вот просто, я не знаю, какой-то бомжатской, она вот покосившись, просто рядом ничего не было и, видимо, бензин закончился и она, я не знаю, хижина дяди Тома такая, знаешь, черная, как будто она горела только вчера. Я думаю, ну ладно, зайду немножко там ноги разомну, я захожу и я вижу целый стенд с корейским BTS, вот в этой АЗС, то есть рядом туда километр, туда километр, ничего нет, я думаю, там какие-то роднеки сейчас выйдут с двухстволками, но там стоит целый стенд BTS, там постеры, блокноты, ручки наклеят, вот там бутылки, как? Как до вот этой точки дошла вот эта история с трендами, да? Которая группа, которая вообще не поет на английском языке еще, да? Я не знаю, может быть, они поют, они поют, и у них даже, если я не ошибаюсь, Coldplay, это хорошая песня, но я понял, что раз дошло туда, значит, это действительно крутой тренд, и это крутой кейс, когда азиаты просто и после паразитов, после Crazy Rich Asians началась какая-то такая захватническая история азиата по всему миру. Да. Я, кстати, это Винди тоже заметил, вот коллеги, там с кем общался, очень-очень вот в диалоге какие-то вот там референсы кидаешь на голливудских актеров, многие не знают еще эти фильмы, но знают все сплетни про свои голливудские звезды. Абсолютно, даже больше. Я, когда в Дубай ехал с таксистом, и когда я ему сказал, что я актер, и озвучивал Шакрухана, я был какой-то, какой-то период я был официальный гол Шакрухана. Ох, в Казахстане. В Казахстане. Как-то так вышло, что именно индийские фильмы озвучивали не в России, а именно здесь. Какая-то квота была, я не знаю, обычно все кино там озвучивают, а здесь вот один из последних фильмов, я озвучивал, он назывался Чап Таи Джан, «Пока я жив». Потрясающий фильм, это последний фильм режиссера, легендарного режиссера Яшрай, да, Яшрай фильм. Это легенда индийского кино, потрясающие песни просто, они до сих пор у меня в плейлисте, история, все, потрясающе. И вот я рассказываю таксисту, у него вот такие шары. SRK. И он мне начинает рассказывать всю жизнь Шакрухана, почему его любят и по ту сторону, и по эту сторону Индии, и мусульмане, и не мусульмане, и что у него жена не мусульманка, но при этом по каким-то правилам и росло мусульмане, она не мусульманка, что там какие-то там, какие-то, я сижу, я думаю, откуда ты все это знаешь? Он говорит, ты чего, это же наша жизнь, мы что и делаем, то только обсуждаем вот эту всю историю. Да. Слушай, это круто. Да, да, да. А как, сразу такой встречный вопрос, вот поговорили про корейский успех, про индийский успех, то, что вот они смогли достичь такой популярности в мире, что нужно сделать Казахстану, чтобы стать заметнее на мировой арене в кинострии? Можем ли мы тоже запрыгнуть на эту азиатскую летящую ракету? Что нужно сделать для Казахстана? Да, элементарно хотя бы перестать грызться внутри страны. У нас очень маленький маркет. У нас, и даже еще меньше, я бы сказал, это все происходит только в Алмате. Все кино, оно находится, базируется, создается, и распространяется только в Алмате. Представь, огромный Казахстан, кино снимается, создается только в маленькой Алмате. Все. Но при этом внутри существует очень много раздоров среди киношников, кинотеатры, продакшены, госкомпании, казахфильм, которые пытаются, вот этот пирог, который под названием бюджет, госбюджет, пытаются каждого урвать себе, и вот это мешает двигаться нашему кино куда-либо в определенное направление. Появляются какие-то, не буду называть фамилии, опять-таки, это будет некрасиво с моей стороны, но есть некие корифеи, которые появляются и говорят, вот это кино не должно быть в Казахстане. Это галимые комедии, которые просто отпупляют зрителя. Нужно снимать только умное кино. И ему говорят, а ваше умное кино набирает, кажется, это другой вопрос, потому что уже зрители отупели. Ну окей, вы снимаете уже 20-30 лет, что вы за это время сделали? Вы берете огромные деньги в государство и не возвращаете ни копейки. Следующий вопрос. Все, ответа нет. И вот это внутреннее начинается какая-то, то есть нас, как говорят же, нас завоевывать не надо, нас просто надо разделить и все друг друга съедят. В кино, к сожалению, идет то же самое. И монополии с одной стороны. Какие-то козни с другой стороны. Все пытаются вот что-то урвать себе. Есть определенный, определенная каста молодых режиссеров, молодых продюсеров, которые устали от вот этого какого-то совкового подхода, когда ты берешь деньги у государства, невозвратные причем. Ты снимаешь какую-то чушь, вот именно чушь, которую не покажет кинотеатр. Им или покажет один день для галочки, и ты заполняешь документы, что вот мы сняли его, показали этот фильм в кинотеатре, и все. И этот фильм идет на полочку, деньги, естественно, в карман, все счастливы. Как должна эта схема в идеале выглядеть? То есть, вот представим, у государства есть какое-то энное финансирование на фильмы, может быть, должен быть какой-то конкурс. Как вообще-то правильно сказать? Есть конкурс, конкурсы есть. человеческий фактор. Кого выбирать в жюри? Если ты выбираешь человека, который за последние 20, 15, 30 лет ничего не снял, толкового, но при этом просто рвется снимать еще, потому что это его заработок, он снимает и забирает деньги к себе. Естественно, он будет большую часть отсеивать конкурсантов, чтобы больше досталось ему. Нужны независимые какие-то зарубежные жюри? Насчет зарубежных не знаю, но да, должна быть независимая история. Нужны молодые специалисты. А молодые а, не хотят, б, их оттуда выживают. Потому что они видят вот эту коррупцию и они говорят, мы не хотим. Мы не хотим тратить, еще с кем-то бороться, потом еще, не дай бог, это все навесят на тебя, какие-то там, да, какие-то проблемы и истории. Очень много я видел ребят, которые просто уходят. Опускаются руки, и они уходят. Прозрачность. Вся проблема в коррупции это то, что не прозрачно, ничего. У нас есть закон о кино, где черно-по-белому прописано. Есть некая программа, сайт бокс-офис по всему миру. Все кинотеатры, уважающие себя кинотеатры мира, они работают по этой программе. То есть они проданные билеты прозрачные выставляют на этот сайт любой, в любой точке мира можешь зайти в эту страну, посмотреть, сколько набрал этот фильм, сколько было продано билетов и так далее. Вся информация. Почему-то в Казахстане у нас обходят именно бокс-офис стороны. Готовы платить штрафы, мизерные, но именно не показывать прозрачность. Представим, что вот ты стал буквально там на полгода главой Казахфильма. Сразу посидел. Не знаю, на какой период, полгода, год, сколько ты сможешь этому делить. Что бы ты сделал для того, чтобы наше кино стало популярным за пределами наших. Я сразу скажу, что я не собираюсь, чтобы Люкова не было каких-то ложных, а он рвется к власти, а он специально топит. Нет, ребята, я абсолютно аполитичный, может когда-нибудь, но не сейчас. Как Шварценеггер в третьей главе своей карьеры. Да, но сейчас нет. Но если гипотетически, опять-таки, гипотетически возглавить на полгода, на год, элементарно начать с ремонта самого Казахфильма. За всю его историю разграбления Казахфильма только в том году, я не могу точно сказать, Казахфильм перешел от того, чтобы его топили тепло не от угля, а центрального отопления. То есть оказывается все это время за существование Казахфильма его топили углем и еще чем-то. В кабинетах нереально холодно. Я сам какое-то время снимал кабинет, у нас тупо стояло два или три обогревателя, и они не справлялись, потому что окна были, где-то одно окно, где-то его вообще нет, налеплено что-то, пластик. Начать с ремонта и внутри, и снаружи. в деталях туалетную бумагу хотя бы, чтобы она появилась в туалетах. Потому что когда приезжают зарубежные наши гости, почему-то их сразу везут, на зарубежные именно киношники, их сразу везут с казахфильм, и они думают, что они чем-то их удивят. Но они действительно удивляют отсутствие туалета, воды, мыла, каких-то элементарных вещей, что это все осталось гнить еще Советского Союза. Павильоны холодные и не оборудованные, какие-то есть, какие-то нет. А если дальше уйти туда, там какое-то СТО, еще что-то, короче, вообще непонятно, что там происходит. И все время кто-то поджигает казахфильм решить проблему со спичками, запретить курить. Там, видимо, когда ремонтируешь, можно еще деньги заработать на этом. Мне кажется, ты сам вопрос задал и сам на него ответил. Я не занимаюсь этим. Сразу скажу, что я... Элементарно, говорю, что бы я сделал? Опять-таки, гипотетически, может кто-нибудь придет, хотя уже сколько, уже год, у казахфильма нет президента. Как он работает, не понимаю. Но это ладно. Сделать хороший ремонт. Открыть доступ, как это делают во всем мире, открыть доступ для обычных людей, чтобы они заходили, были экскурсии. Столько всего там хранится, пылиться. И с, не знаю, с фильмов, которые действительно легендарны для Казахстана, Ангелов Тебетейки, Наш Минодоктор, вытащить одежду, поставить ее красиво, вымыть, написать, вводить людей, чтобы они могли элементарно хотя бы прикоснуться к нашей киноистории. Детей водить со школы, сделать экскурсии. При казахфильме до входа есть небольшое здание. Сделать там кафе, продавать какие-то сувениры. Элементарно. Человек прилетает в Казахстан, в Алмату, что он хочет, он хочет сувениры. Где их купить? Каждый второй вопрос, где купить сувениры? Действительно, где их покупать? И казахфильм, он наравне, наверное, с гостиницей Казахстана, имеет право быть одним из символов Алматы. То есть, не только же там гостиница Казахстана с ее знаменитой короной, можно и казахфильм тоже продвигать. И эти сувениры будут улетать по всему миру, они будут у кого-то дома, у кого-то в офисе. Это тоже будет некая реклама и страны, за которую все время нам говорят, надо рекламировать, там целое министерство есть, там туризм и так далее. Это маленькая толика. Окей, закажите, если не можете сделать у себя, закажите в Китае, только не пишите, что это сделано в Казахстане. Продавайте, продавайте, и люди будут стоять и покупать. Сделайте кафе, люди должны, киношники, творческие люди, они должны все время быть в связи с друг с другом, они должны обсуждать это, сделать там open space, work, какую-нибудь там площадку, где люди просто приходят попить кофе, послушать музыку, у меня какая-то история, ой, я вижу там какого-то режиссера, подсел к нему, слушай, вот такая история, будет время, давай, у него есть время, все, рождается новая история, новый фильм. Такого нет, элементарно в казахфильме столовая, там можно снимать фильмы про 90-е, когда вот ничего нет, беляши, из которых просто стекает жир, и ты думаешь, блин, ну как так, сделайте нормальную столовую, не знаю, сейчас только франшиз, завезите туда что-нибудь. И опять-таки, я не хочу все время говорить негативно, но за последнее время ничего из того, что снял казахфильм, не вышло в масс-маркет. Все фильмы уходили просто на полку. Люди забирали деньги свои, какие-то там проценты, и все. Как бы ты, условно, даже вне казахфильма, может быть, у нас, представим, молодые ребята создают новое кино, интересное, как бы ты определил, какие фильмы заслуживают того, чтобы их можно было поддержать и помочь им выйти на рынок Китая, Японии, США, любого другого рынка, где этот фильм может быть интересен. Как бы ты определил эти фильмы? Как это делают все продюсеры, собирают команду независимых людей или, наоборот, зависимых людей от кино. И идет обсуждение, чем уникально, для кого. Кино – это бизнес в некотором смысле. И как любой продукт в бизнесе, ты должен понимать свою аудиторию. А, для кого ты снимаешь, что ты хочешь показать и что ты хочешь получить. В Казахстане кино, у кино есть только одна жизнь. Это кинотеатр. В мире у кино есть много жизней. Ты показал в кинотеатре, окей, супер, ты получил какой-то бокс-офис. Дальше ты этот фильм продаешь уже на мировых кинорынках. Ты летишь на Каннский кинофестиваль, кинорынок, ты летишь еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то, и ты продаешь свой фильм уже на другие рынки. Если твой фильм действительно интересен для зрителя, а ты это должен уже понимать на стадии, когда ты его собираешься снимать, что он не просто его покажут для Казахстана и все, и забудут про него. И все будут писать, когда его можно на Ютубе посмотреть. Нет, у него должна быть дальше жизни. Ты должен зарабатывать дальше с этого фильма. И заработанные деньги ты должен опять вкладывать в другие фильмы, чтобы с них заработать еще. И вот эта мотивация того, что ты должен заработать, сняв хорошее кино, вот в это ключевое слово хорошее кино, не просто снять кино и забыть про него, а именно хорошее, которое тебе вернет деньги, и на эти деньги ты снимешь еще два хороших кино. Вот тогда ты должен понимать как режиссер, как продюсер, что если это хорошее кино, и комиссия, которую ты собрал из профессионалов, которые действительно понимают, что такое кино, что такое мировое кино. У нас, слава богу, очень много продюсеров сейчас вернулось со всего мира в Казахстан, потому что сейчас здесь центр кино, Центральной Азии, даже СНГ. Россия приехала к нам сюда, очень много киношников переехало в Алма-Ату. Наши друзья из Новой Зеландии, сильные вторые режиссеры, хотят обучить вторых режиссеров, с Америки приезжают, с Европы, они готовы здесь помогать нашим молодым, чтобы они создавать свои, скажем так, новый отряд киношников, потому что как только ты начинаешь что-то снимать, ты понимаешь, что здесь нет второго режиссера хорошего, здесь нет звуковика какого-то, именно мирового уровня. Чтобы снять на мир, ты должен по мировым стандартам снимать. Мы столкнулись с проблемой, что 6171 звук у нас практически никто не умеет делать в Казахстане. Ты снимаешь кино, и ты этот звук отправляешь куда-нибудь на аутсорс. При том, что у нас в казахфильме стоит целая огромная студия Dolby Surround, и там можно, если были бы руки, они бы это делали, но почему-то все хвастаются техникой, но нет людей, которые бы этим занимались. Может быть, все-таки надо обучить этих людей и вернуть их обратно, и чтобы у них была мотивация работать. Вот и все. Вопрос был, как понять, это все делается коллаборативно. Да. А вот дальше вопрос тогда. Сейчас, да, много кто приехал в Казахстан, это заметно, индустрия растет. А вот какой совет можно дать сейчас молодым режиссерам? Как делать, допустим, как черпать, не знаю, идеи, или как искать, допустим, финансирование у тех же, кто заинтересован в том, чтобы инвестировать в эту сферу? Вопрос на миллион, как найти финансирование, причем в прямом смысле. Для молодых, начинающих, не молодых, скажем так, начинающих, начинающих, очень разного возраста. Как, во-первых, найти историю? Скажу так, что та история, которая нравится тебе, она не всегда интересна для других. И, как это правило, бывает, что начинающие продюсеры, даже нет, не продюсеры, а вот именно сценаристы, режиссеры, они свою историю лелеют, как вот зеницу ока. И вот до последнего, и вроде как они нашли деньги, и как они их нашли? Они продали квартиру, машину, и для них, я не думаю, что это вот история на миллион долларов. Они это верят в это, и они это снимают, никого не слушая при этом, никаких советов уже бывалых, киношников. Это опять-таки история из жизни. И они прогорают, этот фильм не залетает, он снят очень плохо, у него неплохая была идея, но исполнение не то. А чего? У человека уже нет машины. И он перегорает, он говорит, да, я лучше пойду там, не знаю, в строительство, или пойду в бизнес. И таких много историй, на моем веку, это как минимум пять человек просто вкладывали все в кино, но они не слушали никого. Здесь нужно найти таких же энтузиастов, как и ты. Это, это, наверное, пример, где, скажем так, богатый человек, у него есть идея, и он хочет по-своему сделать. Это не человек с индустрией. Да. Да? Так получается? Да. Допустим, возьмем человека, твою историю, у человека есть деньги, у него есть своя история, и он думает, что эта история просто уникальная во всех направлениях и смысла. Он говорит, слушай, давай так, у меня есть история там про... Сделай, как я сказал. Да, и ты ему говоришь, извините, это не актуально. Да, да. Оно не залетит с теми героями, которых вы хотите, во-первых, они откажутся, и даже если они согласятся, дальше история не пойдет, это будет хоум-видео. Угу. Человек понимаешь и скажешь, да, окей, давай, тогда что ты предлагаешь? Человек упертый, скажешь, не-не-не, все, пошел он отсюда, я найду кого-нибудь другого. И он находит, естественно. Того, кто полюбит меня, да. Святое место пустое не бывает, да, и природа не терпит пустоты. И, к сожалению, я немножко тоже забегу вперед. Я поражаюсь, как люди, у которых есть деньги на кино, для них это не последние деньги, и даже, я не знаю, у них в портмоне больше денег сразу, чтобы снять шесть фильмов подряд, и они даже не задумываются об этом. Как они натыкаются на аферистов-продюсеров, на аферистов-режиссеров, которые наобещают гору просто всего, потом это все снимут, и инвестор такой, вы что нафиг сняли? И продюсер такой, ну вы понимаете, кино, вы же знаете, Советский Союз, там надо снимать год, два, чтобы было хорошо, и он такой, а да, а он вообще не понимает ничего в кино. И вот он просто доит, доит, доит эти деньги, и этот инвестор уже уставший, он говорит, ты мне надоел. Все мое окружение говорит, что ты меня обманываешь. Все, слушай, барша, все, не хочу тебя видеть, оставь себе этот фильм, иди в баню. И этот инвестор, этот продюсер счастливый, деньги остались у него, фильм тоже более-менее что-то там как-то где-то. И таких историй валом, я не понимаю, как поженить человека, у которого есть деньги, он хочет их вложить в кино, и найти именно хорошего продюсера, режиссера, который мог бы действительно снять хорошее толковое кино, и инвестор бы заработал на этом. У продюсера, режиссера отличный кейс. И вот, и счастье всем, и зрители бы сказали, вау, классное кино, блин, супер, классно. Как это сделать, вот я сейчас пытаюсь это, моя супруга работает сейчас продюсером, тоже начала, и вот они пытаются найти вот эту какую-то формулу, чтобы действительно находить инвесторов, которые хотят вложить и хотят заработать на этом. А они являются центром притяжения для всех топовых режиссеров. Да, да. Круто. Расскажи, пожалуйста, про свою самую первую роль в кино. Как это было? Ну, если не брать во внимание, где я был массовкой, там не совсем приятный был опыт, то в фильм, где я сыграл главную роль, он называется «Обратная сторона» 2009, по-моему. В 2009 году, да, мы снялись. Достаточно, да, тоже была как-то одиозная такая история, что я не собирался идти в кино. Я не хотел, и я не стремился после того, как я был массовкой, мне вообще кино как-то для меня было. А чем был негативен этот опыт с кочевниками? Потому что там, во-первых, за два дня там поменялось несколько режиссеров, за два дня, которых я там отснялся. Во-вторых, жуткая коррупция была именно в казахфильме. Там Бодров старший, по-моему, да? Он заканчивался, не ошибаюсь. А, окей. То есть, я не помню, кто первый начинал, потом был какой-то иностранец, и в... не помню, не буду врать. Но когда я приезжал в казахфильм до кочевников и после кочевников, там у всех появились почему-то новые Toyota Prado. Просто стояли вот так, как будто им просто всем раздали. Очень много денег было оттуда, слямзина. И мне не понравилось. Все, во-первых, это история про кочевников, где нет ни одного казаха в главных ролях. Это первое. Во-вторых, сама... Джейсон Скоттли, Джейсон Скоттли, Марк Дакаскос и еще кто-то. Да, да. Я помню, в Уолмарте там есть, скажем так... DVD-диски, которые... DVD-диски, которые не продаются. Доллар 99. Постоянно там лежал. Помню, назывался Намат или как-то там. Я в Дубае случайно наткнулся на этот фильм в озвучке филиппинской, но на английском языке. Ох. То есть наши разговоры филиппинат с таким акцентом. Я такой, боже мой, зачем? Экзотично. Да. А вот... И очень много нюансов было именно с Наматом. Первый такой опыт был не очень самый... Да, почему я, собственно, не возненавидел кино казахстанское. Там обманулись деньгами, обманулись ролью, мне обещали одну из главных ролей, сделали массовкой, не кормили, очень жарко, неприятно, люди неприятные и работали. В общем, негативный опыт был. Я не стремился в кино. А тут как-то так получилось, что с товарищем на тот момент, он говорит, слушай, давай зайдем сюда в кино. Я говорю, слушай, иди сам. Он зашел, а в этот момент выходит фотограф покурить. И он говорит, что ты стоишь? Я говорю, а тебе что надо вообще? Он говорит, ты на кастинг? Я говорю, нет, мой друг там. Он говорит, ну, давай, ты тоже запиши, заполни анкету. Я говорю, да не хочу я. Он говорит, не-не, заполни. Ну, я заполнил. Меня взяли, его не взяли. Вау. Меня взяли на главный уровень. Но история была такая, что когда я только начинал, это компания, которая меня пригласила на главную роль, они говорят, ты начинаешь актер, мы тебе не можем платить какую-то сумму. Я говорю, да, мне все равно, ладно, давайте попробуем. Через три года, когда у меня уже в списке там был ИСКА за розовым, Зайца и другие фильмы, они же меня зовут и говорят, мы тебя не можем платить столько, сколько ты стоишь. То есть какая-то уже обратная сторона. И такая же история была с казахфильмом, когда они мне говорили, что они не могут мне платить столько, потому что я по их формуле какой-то у них там свой департамент, если оказывается, который высчитывает гонорары индивидуально, они говорят, мы вам не можем платить столько, сколько вы запросили. А хотя параллельно... Департамент зарабатывает там... Нет, мы договорились с американской стороной, а с латвийской стороной, когда мы там один фильм снимали, то есть они говорят, окей, вот столько вы получите. А потом включается казахфильм, говорит, мы не можем столько оплатить. Я говорю, почему латыши готовы мне платить, а вы нет? Ну вот так, по нашей формуле у вас там столько-то, столько-то, фильмов не хватает. Короче, и латыши говорят, вы знаете, обычно, когда мы работаем с иностранными актерами, компаниями, они завышают оценку главного героя, и нам приходится немножко спускать. Почему в вашем случае казахстанцы вам занижают вашу стоимость, и нам самим приходится ее поднимать? Я говорю, это долгая история. Да. Они говорят, тогда вы соглашаетесь на их сумму, а разницу мы вам просто в репетиции запишем, вот и все, чтобы никто не обидел вас там и так далее. И мне было так стыдно, что свой родной казахфинен готов просто уменьшить твою сумму до мизера, а ребята там из Латвии готовы наоборот ее повышать. Но при этом, когда там пару лет назад все, скажут так, кто снимался в казахфинене, они получали зарплату, гонорар по одной бумажке. И там был список всех, кто снимался там за этот период, за какую-то декаду, да, стоял фамилия Жерарда Депардье. Я не успел почитать налей. То есть они, как в Советском Союзе, там было такое окошко, железная дверь, и ты вот так вот в три погибели должен был спуститься. И они такие, на, подписывай. И ты такой ищешь свою фамилию, первым ставил Жерарда Депардье. Я такой смотрю, один, ноль, три, четыре, пять, шесть, семь, налей. Я такая, вот твоя фамилия. Я такой, ага, сейчас, и его вот такая за гонорар. И это в казахстанском фильме он снялся. И у меня чуть глаза не сломались. Я говорю, что это за фильм? Я его не видел. Никто в жизни этот фильм не видел и не увидит. Почему зарубежным актерам в Казахстане всегда, всегда платят в миллион раз больше, чем своим? И это прям наглядно, это унизительно. И окей, ты пригласил героя за рубежа. Как правило, ну у нас никто не снимался А-класса, да? Давай так смотреть. Это Б, С, Д, сбитые летчики, уже давно пенсионеры. На что ты рассчитываешь? Зритель, обычно зритель скажет, ну вот это потому, что они вот такие, что они вот у себя в стране, окей, но они были у себя в стране там 10 лет назад замениты. Если вот 10 лет назад на пике их популярности, вопросов вообще ноль. Возьми там, не знаю, сейчас приведи Ди Каприо или там Том Крузо, ноль вопросов. Платите ему там миллион долларов, я просто рядом постою, мне уже рахмет за это. Но когда ты привозишь человека, который там никому не нужен, здесь его помнят только те корифеи там, или там ребята, которые выросли на их фильмах и до сих пор у них теплится надежда, что вот они сейчас будут работать с этими людьми, и ты им платишь в три раза больше, в 10 раз больше, чем своему, а свой играет главную роль. Где тот намос, о котором все говорят? И это везде. И я пытаюсь, я уже не знаю, сколько лет я пытаюсь с этим биться. Когда мне говорят, вот российские актеры будут играть в этом фильме, я спрашиваю, сколько они получают? Ой, это секретная информация, говорят, сколько? Ну, понимаете, вот на вас столько, вот на них, их агенты не согласятся меньше этой суммы. Я говорю, а почему, когда я говорю, что вот столько я хочу, вы говорите, мы найдем другого актера, а когда они не соглашаются, вы им готовы платить это. И никто не может ответить на вопрос. Хотя этот фильм 100% покажет только у нас. Тогда для кого это все делается? Нет, героя в своем отечестве такая получается история. Тогда, значит, мне нужно стать зарубежным актером. Об этом поговорим мы в третьей главе. А то как это сделать? Не переключайтесь. Да. Классно. Ну, и вообще, когда ты встречаешь с друзьями, может быть, даже с людьми не из киноиндустрии, какие топ-5 фильмов они ассоциируют с тобой обычно? Сказ. Сказ. 99,9% все говорят. Сказ. И почему-то говорят рэкетир, хотя я там не снимался. Да, это тоже прикольно. И когда, особенно где-нибудь там на улице, блин, как ты снялся в рэкетире. В рэкетире вообще круто было. Спасибо. Я там сидел, когда говорили, это от меня. Я там сзади сидел. На самом деле, нет, путают. Они думают, что Сказ это рэкетир. Сказ, потом Амре. И тут первенство идет или «Защитники», или «Золотая арда». Понял, понял. А какой, может быть, фильм, который тебе дался сложнее всего в плане съемок? Амре. На данный момент это фильм, который еще не вышел, он выйдет осенью, называется «Беркуль». Но там физически, там колоссальные физические нагрузки были. На втором месте теперь стал бой от бая. Это тоже физически. Потому что я принимал препараты, вкалывал то, что очень опасно для организма. Тебе нужно было за месяц стать, я мой бойцом напомнил. За полтора-два месяца надо было стать прям таким бойцом профессиональным. Сикс-пакс здесь, мышцы. Да, я вкалывал себе. И при этом я очень глупо поступил, я не проверился изначально. Гормон роста, оказывается, нельзя вкалывать, если у тебя там какие-то есть предрасположенности. Но киношники, я же говорю, они ненормальные. Поэтому, если вы хотите стать актером, подумайте еще несколько лет. Ты как Кристиан Бейл, да? То есть вообще там У меня, да. И у нас, к сожалению, опять-таки нет такой возможности, как Кристиан входить в роль толстеть, худеть. Тебе за месяц, вот два месяца назад это было максимум, когда мне предупредили. Обычно звонят за ночь, у нас там есть роль одна. Завтра вы что делаете у вас? В смысле? И такое было вот даже недавно. Я должен был улетать, и они такие, вы знаете, мы вот хотим предложить, у нас вот завтра съемка. Я говорю, я сегодня улетаю. Какая завтра? Хотя бы, не знаю, неделю назад, когда я там распланировал, могли бы позвонить. У нас нет такого, что ты готовишься, 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 потому что никто не знает, что будет завтра. Мне кажется, это во всей стране так. Никто не знает, что будет завтра. Дефолт, не знаю, инфляция. Сейчас есть деньги, надо срочно снять. Вот прям срочно, прям сейчас, прям вчера надо было снять. Есть локация? Нет, найдем. Актеры есть? А, пофиг, найдем. Группа? Позвони там кому-нибудь, они заняты. Блин. Ладно, давай студентов брать. То есть, как-то вот все, как-то вот так долго, 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 или наоборот быстро, 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 быстро потом. А если приезжают американцы или там зарубежно, то у нас все такие, так, не мать нельзя, надо вот найти, надо вот основать. Со своими не стыдно, да? Да, и ты такой, вы вчера только что там хотели быстро все отснять, а тут приехали иностранцы, и вы сразу начинаете, все, документы появились нужные, которые подписывать надо. Вот нужно все основательно. А, у тебя есть там какие-то заслуги, давай, пожалуйста, дай их нам тоже. То есть, как-то вот, как это, не знаю, двойственность, что ли? А чем вот Амрия был, вот именно сложен? Я это, наверное, подозреваю, что, во-первых, сама судьба у Амрия была тяжелая, и это как-то передалось именно на съемочный процесс. Если вы знаете, то, во-первых, во время его жизни ему было тяжело, из-за КГБ, да, Советского Союза, что его там, после того, как он слетал в Париж и встретился с Мустафой Шахаем, его преследовали, его пытали, отбирали его роли. Если он играл там, в мюзикле должен был играть главную роль, петь, то ему дали, давали совсем другие, второстепенные, унижали, ежедневно избивали. Потом, когда он вернулся с Франкфурта, так вообще его и супруга, и детей, короче, прямо вот гнобили по полной программе. И даже после смерти, раза два или три, его могила просто, вандализм был жутчайший, непонятно, кто это делал, зачем это делали. И это как-то передалось на съемочный процесс. То есть все, этот проект готовили три года. Один-два раза в год стабильно мне звонили и предлагали эту роль. Один-два раза в год я ехал и записывал пробы. Это вы снимали во Франции, да? Нет, это снимали в Латвии, но пробы были здесь. Понял, понял. И то есть съемки, получается, начинались, останавливались, начинались? Не начинались, они даже еще не запускались, то есть это были только пробы. Понятно. Два года. На третий год, когда они позвонили, я сказал, ребят, спасибо, я больше не хочу ездить, я устаю, как на работу, как вахта такая, год через два. Я к вам приезжаю, и говорит, нет, мы нашли уже режиссера, мы нашли спонсорство, все, пожалуйста, приезжайте, вот все серьезно, вот прям все-все-все серьезно. Хорошо, я приехал, записал пробы, вроде действительно все пошло, механизм запустился, но начались трудности уже внутри процесса. Появились какие-то люди, которые меня не пускали в этот проект, начались какие-то подковерные игры. То есть пытались поставить другого актера? Пытались поставить другого актера, и как мне сказали, зачем-то хотели туда китайца на роль Амре, какого-то русского оперника и еще нашего какого-то исполнителя. И вот среди троих, я говорю, окей, допустим, если не я, почему китайец? Вы в своем уме? Русский оперник, почему? Ну, у него там такие же октавы. Я говорю, этот фильм не про октавы. И третье, ладно, допустим, наш певец, поп-певец, он же не актер, это все-таки актер с игровой. Ладно, не меня, возьмите другого, но не из тех троих, которых вы говорите. У каждого, те, кто пытались это все принести, у них какой-то, я не знаю, был какой-то злой умысел, что ли? Они пытались меня отодвинуть от проекта, при этом какие-то свои у них были злые намерения, я не знаю, мне хочется тоже опять это все говорить, но на площадке наши записывали неудачные дубли, отправляли продюсерам, и они приезжали и говорили, мы не будем из-за тебя переснимать фильм. Я говорю, ребята, вам прислали неудачные кадры, но в кино бывают удачные, бывают неудачные. Я вас уверяю, я делал и удачные кадры. Интересно. То есть были, опять-таки, я говорю, это кино в кино, когда ты в чужой стране исполняешь тяжелую роль, и есть свои же казахстанцы, которые против тебя, и ты этого не можешь понять ментально, потому что ты вроде как, ты должен наоборот быть вместе, ты должен делать что-то общее, потому что ты в другой стране, ты снимаешь про своего земляка, как ты можешь быть против меня, здесь сейчас. Когда фильм отсняли, тоже все очень долго шло, не могли поделить, кто этим будет за ним, там очень много всего было, и я просто был выжат как лимон после этой картины. Ну, причем это был там Калабрас, по-моему, режиссер, у вас был американец. Американец, Джей Фэйс Па, по-моему, Джей Фэйс Па. И фильм вышел только, кажется, через два года после того, как его сняли. У тебя была, по-моему, там, ну вот, американская актриса, да, была вместе с тобой. Да, на австралийское происхождение, Эбби Корниш, да. Ну, то есть, в общем, было много того, что не попало на экран, вот этого вот борьбы, да, чтобы этот фильм появился на экран. Она, да, подковерная, была жуткая, и это видели все иностранцы. Как у нас говорят, уяд. Да, да, да. И мне было стыдно за них, за то, что они это все делают в открытую, и получается, как будто бы я остался один, и у меня друзья среди иностранцев, нежели среди своих, то есть, они на моей стороне не наши. Я какой-то свой среди чужих, чужой среди своих. А наши ребята, это были участники съемочной площадки, или это... Одни из участников. Одни из участников, понял, понял. Ну, и такой вопрос симметричный, какой фильм, ну, которым ты гордишься, но который вот, как по маслу все вообще прошло, и ты получил огромное удовольствие от работы. Наверное, много таких было, да, у тебя все-таки порядка 50 фильмов уже в портфоле. Которым я горжусь, и все по маслу. Ну, вот картины Эльдара Шибанова, «Горный лук», для Хана Ержанова, в принципе, там не так много съемочных дней было. Мы умудрялись снимать за 10-15 съемочных дней, это очень мало, где-то даже 7 вроде как. Понял. И там, в принципе, за 7 дней, но не успевалось ничего произойти такое, и эти истории такие достаточно камерные и интересные, я им действительно горжусь. это фестивальное кино. Классно. Ну вот, я помню, у тебя было видео, или год-два назад ты тренировался вместе с Кунгом Ли. Кунг Ли, да. Кунг Ли, да. Расскажи, пожалуйста, как это произошло. Я просто, как любитель боевых искусств, такой, вау, как так? Что, какой-то новый фильм у вас появился? Кунг Ли, мой очень хороший друг, такой уж вышло. Мы познакомились на съемочной площадке. Это тоже безумная картина, которую мы снимаем уже порядка 7 или 8 лет. Еще не вышла она? Еще не вышла. Я не знаю, когда, выйдет ли она вообще, но в этом фильме снялись очень много всяких интересных персонажей. Мне кажется, все актеры Казахстана там снялись, и ближнего, и дальнего зарубежья, и российские там умудрились попасть, и певцы, и какие-то, я не знаю, олигархи. Уже интересно. Я иногда вспоминаю, что мы сняли, я думаю, боже, я там расту в этом фильме. Это в Лос-Анджелесе, когда помню? Мы снимали везде, мы снимали в Лос-Анджелесе, Дубае, Турция, Россия, там, короче, везде, где только можно. Этот фильм, я не знаю, опять-таки, это не сериал. Это не сериал, мне кажется, материалы там тоже как Санта-Барбара может быть. Ничего себе. 300. Но Кум Ли довольно интересный персонаж. Сейчас он сам сильно ударился в spiritual battle, так скажем. Он же христианин, такой ярый. И у него свой канал в Инстаграме, в Ютубе, если не ошибаюсь. И вот он прям нашел свое призвание в битве против злых духов. Прямо натуральных злых духов. Это не образное мышление, не образная фраза. Он у него в Инстаграме, он выкладывает, у него Телеграм-канал, которого он мне просил, чтобы я подписался. Мне каждый день приходили сообщения и какие-то видео. Какие-то видео, может быть, действительно, там есть какие-то злые духи, но какие-то прям пранки или просто какой-то монтаж. А он прям на полном серьезе говорит, что это вот злые духи, нужно с ними бороться и так далее, и так далее. И у него вот его супруга, ребенок, ребенок, его сын, и Антони, если не ошибаюсь. И он, они мега талантливые бойцы. Сын тоже просто машина. Он выигрывает, сколько я там наблюдал за ним, он выигрывает каждую битву. То есть он идет по стопам отца. Природа на нем не отдохнула. Но вот этот их, ну, они нашли себя, то есть я не хочу... Новая, новая вообще у них там, новая тезь. Они, как это, как это, как правильнее выразиться, бывает, иерусалимский синдром, когда ты чувствуешь, что ты мессия, мессия, что у тебя есть какое-то жизненное предрасположение. И вот, мне кажется, они его нашли, и они борются со злом через Инстаграм. Интересно. Но пранкеры тоже иногда зло. Ну, там пранки, они именно просто показывают какие-то злые духи, ну, якобы, да, а они на полном серьезе пишут, что это вот проникновение в нашу землю, что вот это все такое. Ну, и то, что мне еще запомнилось, это потрясающая форма, и там у тебя были очень впечатляющие удары, да, то есть там, ну, совершенно разные, там, бэк, этот, раундхаус кик был очень высокий. он мне давал мастер-класс и сказал, что, в принципе, неплохо, почему тебе не плохо? Откуда, то есть, я-то понимаю, что, скорее всего, явно до кино, что я карьерой занимался теленоборствами, да? Угу. До киношной карьеры я занимался, как это правильно, смешанно, это не ММА был, а рукопашный. Рукопашный был, ММА. Потом по чуть-чуть капуэрой занимался, какой-то период времени прям очень сильно залетело, и мне необходимо было. А капуэрой, если кто-то занимался, то там только полтора часа это разогревка, и еще полтора часа ты вот эту джингу танцуешь. Мне нужно было отвлечься на тот момент. И потом был бокс, потом был джиу-джитсу, и вот много-много-много всего. И как-то я не занимался этим профессионально, потому что по своему, скажем так, психотипу, и по своему, я знаю свой организм, я бы не вытянул профессионально. То есть, я больше только на чиле, я знаю, как это делать. Да. Мне помогает это держать форму, но ходить куда-то прям получать медали и биться за это, это не мое. А как часто тренируешься в обычное время? Сейчас к лету я пропустил момент, когда нужно было подготовиться к лету, и теперь я пытаюсь... Ускоренно за месяц тоже, да? Буквально позавчера я там нашел дома гантели и отрабатывал. Вообще, мы будем в июле, наверное, видеть твои фотографии без обмашки. Я не буду обещать. Если говорить про твои коллабы с режиссерами, у тебя был фильм вместе с Ким Кидуком. Скажи, пожалуйста, про свои впечатления работать с ним. Да, это была прикольная история, конечно. Я помню, когда мне кто-то позвонил с его командой, им говорят, вот, мистер Ким. Я говорю, простите, кто? А, простите, мы этого, Ким Кидук, режиссер с Южной Кореи, он сейчас в Казахстане и собирается снимать кино, и у меня просто вот такие шары. Я говорю, что? Да, и вот он хотел бы рассмотреть вас на одну из главных ролей. Сама история про девушку, но там есть главная роль мужская, и мы бы хотели вам ее предложить. Я такой, да, да, что я должен сделать, что? Я согласен, давайте. Да, но есть некий нюанс. Я такой, да, я знаю фильм его, какой нюанс? Мне надо фулл фронтал показать, я не знаю, там, спин чуть-чуть, там, не знаю, 15 процентов, что? Хвастаться нечем, но если нужно, я покажу. Была пауза, они такие, мы вас услышали, мистер Киму передадим. Я такой, блин, не перегнули? Потом мне перезвонили, говорят, вы знаете, он вообще был поражен, полнооткрытое, что, то есть для меня это работает. Да. Я не стесняюсь, опять-таки, хвастаться нечем, но если нужно показать, оно того требует, я говорю, я покажу. И это, видимо, была какая-то ключевая такая фраза. То есть готовность на все. Да, я просто знаю его фильмы, и у него есть некий такой почерк, его стиль, где в каждом кино так или иначе показан интим. И это нормально для кино, опять-таки, это не масса кино, это авторское кино. Если он оправдан, почему нет? И как мне объяснили до этого, то есть после этого, после того, как мы уже встретились, мы познакомились, он мне рассказал, что ничего такого особого не будет, так как это все-таки на наш рынок, все будет завуалировано, но тем не менее, что эти сцены будут, я говорю, вообще лег, изи, что нужно показать, давай смело. То есть я здесь уже настаивал. Но нет, он говорит, нет, все-все нормально, спасибо за твою открытость и твое желание работать. Оказывается, эту же роль предложили кому-то из актеров постарше, 40 плюс. И этот актер, он отказался под предлогом тем, что его коллеги не поймут. И когда я уже начал сниматься, в какой-то период я встретился с нашими актрисами, и они такие, все, ты снимаешь, Ким Кидука, я тоже хотела бы вот это, я такой, ты готова раздеться? Ты готова сняться в такой сцене? И там было три или четыре наших актрис, и они такие, ну нет, там мужья не поймут, и вообще, такой, тогда зачем ты говоришь? Ну, если там будут наши дублерши, я говорю, там нет дублерши, камон, там все, он сам снимает, он сам оператор, он сам монтажер, то есть это его эксперимент в Казахстане, тут все, что-то напоминало больше студенческое кино, и я говорю, ты готова? Я был готов, ты готова? И никто не был готов, я говорю, а как вы хотели сниматься в кино, в мировом кино, не знаю, в любом кино, если вы не готовы пойти на такие жертвы? Да, возможно, опять-таки зритель скажет, ты парень, тебе проще, но раз ты выбираешь профессию актрисы, ты не можешь играть всю жизнь под рук, главных героев, ты не можешь всю жизнь играть потом матерей главных героев, а потом и бабушек главных героев, то есть где-то нужно переступить ту границу, да, я знаю, будет хейт, и было много хейта, но что-то должно поменяться, зрителям нужно объяснить, что роль и личность это две абсолютно разные вещи, ну, просто от слова абсолютные, они привыкли, что если чувак сыграл рэкетира, то он в жизни тоже рэкетир, классно сыграл рэкетира, очень правдоподобно, он, наверное, ездит на Геленвагене или там ходит с черной какой-нибудь барсеткой, это не так, это абсолютно не так, и это надо объяснять, потому что, когда я снялся в сказе, моей маме звонили родственники, говорили, ваш сын что, наркоман, вы аккуратнее, она говорит, вы что, гоните что ли, вот рядом со мной сидит, то есть люди думали, что это вот все, что показываю на экране, это вот, это я, не так, а меняется ли сейчас аудитория за 10 лет буквально, поменялась ли она как-то? Конечно, поменялась, люди стали, появился доступ в интернет больше, ТикТок тоже какую-то свою лепту внес, но какие-то индивидуумы, которые, не знаю, остались еще где-то там 1300 лет назад, они вот как-то, не знаю, как они зарегистрировались, во-первых, с таким мышлением, но они вот что-то, вот вам это не надо, играть, вот вы вот, вот с наркотиками или там еще что-то, вот это все плохое, я говорю, спасибо, все. Это вот, наверное, чтобы какого-то роста достичь, нужно делать то, чего боишься, делать то, чего никогда не делал, да, это вот, наверное, каждый такой эксперимент, он точно расширяет твои горизонты, твой диапазон, и ты можешь делать еще больше в следующий раз. Ну, я, наверное, скажу очень такую тривиальную вещь, ее, как статус из ВКонтакте, да, чтобы получить то, чего у тебя не было, надо делать то, чего ты никогда не делал. Абсолютно. В кино то же самое. Если ты вот в своем мирке, где ты играешь подруг главных героев, где ты, или там все время играешь в театре, Баев, Биев, и дальше ты ничего не играешь, то ты не показываешь свой диапазон. Если ты все время играешь, я не знаю, рэкетиров, в кино в рэкетире, в сериале рэкетир, потом в рекламах появляется, ты просто превращаешься к одной роли. Да, да. И для режиссера и для продюсера ты вот все, ты вот, если им нужен будет рэкетир, да, конечно, они кого-нибудь возьмут, или там им нужен какой-нибудь банкир, который ты играешь в суши банкира. Естественно, они могут тебя только на банкира позвать. Но, как я считаю, лично для меня, актер, у него должны быть разные краски. Он должен играть кого угодно. И вот кого угодно он должен сыграть так, как будто это он и есть. Есть табу для меня. Я никогда в жизни не буду играть педофилом. Это вот прям мое строжайшее табу. Маньяк легко, наркоман легко, пьяница, не знаю, там, жигала, неважно, а дальше список бесконечный. Чем он сумасшедший, чем он безумнее, тем мне интереснее это играть. Чем у него множество будет слоев, пожалуйста, дайте мне такую роль. Суперроли, не знаю, там, Билли Мильган, 24 официальные личности. Это же мечта, а не роль. Вау. Просто. Тут, наверное, есть определение настоящего актера, готовность ко всему сцену. А некоторым достаточно вот он зашел вот в эту свою... Роль Шурика, условно, да? Ему комфортно, да, и все, ходят. Я вот буквально недавно видел... Вода появилась как-то. Телепортация. Дождь, наверное. Я недавно видел очень впечатляющий ролик, как Том Круз в своей, не знаю, сколько, 60 лет делает там какой-то сумасшедший трюк на мотоцикле. Который вылетает на рампе вот этой. Да, да, да. Летит вверх и потом на парашюте спускается и потом повторяет этот трюк еще, не знаю, раз 10. Расскажи про свой самый опасный трюк. Есть такой. Это как раз таки фильм той компании, с которой я начинал, которые не готовы были мне платить, потому что я уже был на тот момент более-менее популярен. но они при этом платили в три раза больше российскому актеру, мой друг. И я не знаю, сколько сейчас я посчитаю. С математикой не так хорошо. Ну, короче, где-то почти в 10 или в 20 раз больше американской актрисы, которая прославилась только ради одного, благодаря одному фильму. То есть они заплатили пешеные деньги на тот момент и на этот момент. мне они зажали, поэтому я очень сильно не знал. Ну, ладно. Это такая немножко отступка. Мы снимали на протяжении 24 часов одну сцену. Это была Астана. Это здание напротив Кируэна, если не ошибаюсь. Ну, Ротан что-то такое. А, это, да, да. Изумрудный. А, нет, нет, я забыл. Он такой... Там у него так два здания стоят рядом. И по фильму наши герои занимаются паркуром, потому что на тот момент было очень популярно Ямакаси, там, 13-й район. И вот нас это тоже не обошло стороной. Я играю какого-то полицейского будущего. Почему-то в этом будущем все ездят на Некси и... Которая с собой в Сене. Ну, видимо, да, оно вечное. Но здесь шел 22-й час съемок. И я... Это уже было... Это был рассвет, практически рассвет, вот такая тоненькая, такая зарево была. У меня по фильму меня ранили в плечо. Я должен был прыгать с одного здания на другое за беглецом. 22-й час. Я... Я просто... Я не понимал, кто я, где я, зачем. И это раз за разом, раз за разом. Это снималось летом. Весь день была жара. Сейчас зарево, и опять начинается вот эта жара, испарение. И мы прыгаем без страховки, абсолютно. Мы прыгаем с одного здания на другое и приземляемся на вот эти трубы, которые... вытяжка. И это мега опасно было. И я в этом полете, я там, не знаю, может быть, метра три занимал этот полет, прыжок. Со страховкой? Без, абсолютно. Ноль страховки. И я должен был еще играть, что я выпрыгиваю. У меня здесь болит. И я приземляюсь не просто на две руки, я приземляюсь практически просто на ноги и должен там как-то вот обыграть, что меня ранили. Сейчас я немножко смотрю назад и думаю, это было супер безумно. Это было просто идиотски безумно. А они экономили? Почему они не останавливались? Ну, то есть 24 часа? А, да, там экономия была особенно на мне. Интересно. Ты также поработал с Верой Глаголевой. Расскажи про вас. Это было потрясающее потрясающее путешествие от начала и до конца. Я летел, если я не ошибаюсь, я тогда летел в Мексику с остановкой в Москве. И там была Алмата, кажется, Астана, Астана, Москва, Москва, Париж, Париж, Мексика. Вот так. Как-то вот так все было. И пока я был в Москве, мои агенты, они говорят, там есть один проект, пожалуйста, можешь заехать, поговорить. Я говорю, хорошо, у меня там 12 часов стыковка. Я взял отель неподалеку, поехал туда, там была Вера. И они говорят, так, ну, мы не будем, мы знаем, ты торопишься, давай вот этот текст прочитай. Они позвали оператора, поиграл для проб. И буквально через 5 минут она говорит, все, счастливые поездки, мы больше никого не ищем, увидимся там через месяц. Судьба нас. Это были самые быстрые пробы вообще в моей жизни. И я с таким как-то вот не мог понять, что это было со мной. Я улетел, вернулся, все началось, мы начали снимать в Подмосковье. А Мексике это был отпуск? Нет, в Мексике это был типа Комикона с защитниками я туда летел. очень прикольно, кстати, тоже, это отдельная история. А вот я начинаю съемки в Подмосковье, город Алексино, село Ягнышовка. Это прям Жерн Бржерова, скажем так, вот прям реально. Все настолько пессимистично и негативно и мне сказали, вообще не выходи на улицу. вот вообще от слова. Даже если с кем-то выйдешь из группы, у вас как минимум 10 человек должно быть. Тебя здесь просто с твоей рожей, короче, здесь людей не любят. Нас поселили в пансионате для пенсионеров, потому что отелей нет. Первые два этажа и три этажа это пенсионеры, четвертый этаж киношники. мы идем на завтрак, в 6 утра идут пенсионеры завтракают. Женщины все при параде, в вечерних платьях со всеми этим. Очень странное зрелище, конечно. Мы успеваем дойти, покушать, вернуться, они все еще идут туда, в этот ресторан. Снимали, я во время съемок не знал, что она болеет. Ее увозили ночью, муж приезжал, я не спрашивал, куда, но во время съемок, то есть... Она не ела, не показала. Она никак не показала. Герои, с которыми мы играли, они говорят, почему она тебя не ругает на площадке вообще, а с них она просто выжимала все. А мне говорила, Санжарик, все нормально, давай так же. А им, так, давай еще. Я говорю, я все нормально показал, у меня уже начал в себе сомневаться, может, она подумала, что я бездарность и уже ничего не выжмешь, просто доиграй как есть. Она такая, нет, 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 мне нравится как-то, чуть-чуть добавь и все, потом она разворачивается, а те уже ревут. Для меня это был до сих пор вопрос, почему. Мы не успели попрощаться, мы снимали какой-то заброшенной шахте, достаточно такое, тоже очень эпичное место, как паук, огромный, раскинутый, какие-то вот эти штуки, по которым идет камень в этот, перерабатывающий какой-то, жернова вот эти, но это все заброшенное. и у меня вылет там через три часа, а ехать до аэропорта, грубо говоря, там два с половиной, и я просто на ходу переодеваюсь, раздеваюсь, вещи уже в машине, и она говорит, все, увидимся через две недели в Алма-Ате, я буду снимать. Я говорю, все, 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 до свидания, даже не обнялись, я заезжаю в машину, все, захожу в машину, уезжаем, и потом вот через неделю такая новость, печальная. Расскажи, пожалуйста, про, наверное, такие главные уроки, которые ты извлек из работы с разными режиссерами, вот как они на тебя повлияли, поменяли тебя, не знаю, какие-то ты рекомендации их стал использовать в будущем? Я понял одно, и это опять-таки не только относится к режиссерам, это относится, наверное, ко всем людям, от которых что-то зависит, если ты знаешь, что ты делаешь, или хотя бы ты понимаешь, имеешь представление, то ты это будешь делать очень скромно, ты это будешь делать максимально опираясь на своих коллег, и это будет достаточно профессионально, если ты будешь к ним прислушиваться. Но если ты бездарен, то ты будешь орать, ты будешь гнобить, ты будешь таким неким диктатором на площадке, и это сразу дает твое такое описание психологическое, что из этого ничего хорошего не выйдет. Этот фильм не будет таким, каким ты его себе представлял. И работая с разными режиссерами, опять-таки, все, что ты перечислял сегодня, они все были настолько открыты, они... позволяли тебе показать свою интерпретацию. Абсолютно. И это так и должно быть. То есть есть некоторые сцены, где они говорят, пожалуйста, это очень важная сцена. Давай покажи, как ты это увидишь, и давай попробуем снять, как это написано. Окей? А есть некоторые, которые... Вот только так, и больше никак. И они начинают унижать героев, актеров. И я работал и с такими, и с такими. И те, которые унижали, их нет сейчас. Они ничего толкового не сняли. Да, тут очень важно обратную связь, коллаборативно работать, чтобы делать... Это командная игра. Ты не можешь... Если ты чувствуешь себя гением, ты не можешь это передать кому-то другому. Ты должен это объяснить всей команде, что вот вы делаете одну работу, вы должны действительно вместе работать. Я вот так же видел, что, по-моему, для фильма «Защитники», да, «Гардианс», там ты отправил как бы свой риэл, да, где вы сняли там боевые сцены. Да, мы сняли. Расскажи, пожалуйста, про эту историю. Это тоже показательная история, показывающая, насколько ты готов пойти за пределы того, что обычный кандидат делает, чтобы получить роль. Мне когда-то давно, я не помню кто, сказал одну умную вещь, что актер должен быть решением проблемы для режиссера и для продюсера. не проблемой. Ты не должен быть дивой, которая не успела прийти, там, где мы это, где мы то, я здесь не буду сниматься, мы сегодня там слишком влажно и так далее. Ты должен быть решением этой проблемы. Раз тебя взяли, значит, они в тебе видят, что ты можешь решить, а у них большая проблема это снять целое кино. И еще есть вспомогательные проблемы там с логистикой и так далее, это тебя не касается уже как актера. но на этапе кастинга режиссер, кастинг-режиссер, продюсер, они нафиг не знают, кто им нужен. Ну вот просто, представляешь, есть какая-то роль. Сценарист примерно написал, рост метр такой-то, внешность вот такая-то, и они такие сидят и думают, блин, кто это может быть? Может, вот этот? Нет, слишком молодой. Может, вот этот не потянет? Вот этот слишком дорогой. Вот этот, его никто не знает. И вот они пробуют и пробуют и пробуют, и у них сроки идут и идут и идут. И вот они должны уже снимать, а никто еще не появился, потому что никто не решил их проблему. История с защитниками, многострадальными. Когда мне прислали ссылку на сайт, это, кстати, через Кинопоиск, кажется, было впервые, когда-то я зашел на них, и там был этот кастинг, там роль была 40+. Азиат, 40+, владеет единоборствами, там два мяча и так далее. Описание такое небольшое, буквально там вот четыре строчки. Мне тогда было только даже 30, кажется, еще не было. Нет, 30 было. Только 30, наверное. Блин, я такой, 40+, а как я... Ну, ладно. Норман Роста. Нарисовать себе к маркерам усы. Я думаю, ну, а что, почему нельзя попробовать? Ну, а вдруг? Ну, может, они видели 40, а увидят 30. Ну, я звоню друзьям из «Номат Станц». Говорю, ребята, есть сцена, то есть я им сначала написал в эту компанию, они мне прислали буквально там описание сцены, что это литературные, а тут ничего не возьмешь. И одна строчка моего героя. Типа, мы должны их спасти. Что в этом роде? Но я не могу записать эту фразу, мы должны их спасти, она займет всего секунду. И ты здесь не покажешь ничего. Ни актерской игры, но мой герой все время закрыт, он там немногословен. У него нет глазных яблок, по-моему, да? А, нет, есть, они исчезают, когда он только в этом экстазе, когда начинает биться. А. Но я так подумал, она не раскроет, она займет там 2-3 секунды, там буквально. Они что-то говорят, я все время молчу. А сниму, а до этого написано, там была какая-то битва. И вот эта битва, чему я опять-таки говорил, этого не надо было снимать, это было прописано до. А моя фраза была обведена маркером. Вот это только записать. А я прочитал до, там написано, битва, там с какими-то ниндзя и так далее, там это. А, роботами, что-то такое было. Я такой, вау, прикольно. А почему бы мне не снять вот это, а это потом приведет вот к этому. Круто. Да, попробуем. Ну, не понравится, ладно. И я звоню каскадерам на мату, говорю, ребят, есть просьба, так и так, проект вроде неплохой, давайте что-нибудь сделаем. Давай. Нашли костюм какого-то самурая, нашли два самураицких меча. По описанию они были полукруга, но другого нет, извините. буквально там за час поставили драку, нашли холостые патроны, нашли что-то там, какие-то мечи, ножи и так далее, сняли подвальный какой-то зал для борьбы, я не знаю, кто-то, чей-то, началось, да, вот это, через рукопожатие. Все это как-то быстро раз-раз-раз сами сняли, они сами смонтировали, музыку наложили, отправили мне, я это отправляю ребятам туда, в Россию, буквально там через неделю они говорят, что это было? Вы приезжаете в Москву, просто на голову, на 10 голов лучше того, что мы получили, да? И я потом услышал, когда я приехал в Москву, уже встретился с режиссерами, с продюсером, они говорят, ты знаешь, ты единственный, кто прислал вот такое, и нам обидно, что когда, они же еще там были герои армянские, они говорят, нам прислали с Арменией, где человек стоит на фоне мангала по пояс голый, говорит, Ара, возьми меня в кино. То есть, как вот это можно сравнить вот с этим? Ты уже, по сути, снял фильм. Здесь мы, говорят, они не могли долго найти армянина, и они нашли французского армянина. Юрий Джуркаев? А? Алина Багасян? Тисак Себастьян. Понятно. Вау. А вообще, может быть, другие есть примеры, как ты что-то делал во время кастинга, какие-то запоминающиеся, может быть, истории, потому что это уникальная история. Что ты делал, может быть, для других фильмов? Для Золотой Орды, например, как проходил кастинг? Такая же история была. Я стал искать костюм примерно той эпохи и попытался найти бэкграунд, чтобы он напоминал именно что. Показать, опять-таки, говорю, ты должен решить их проблему. Ты должен максимально показать, и, конечно, визуально они будут смотреть. Я снял на фоне какого-то деревянного сруба, здесь деревья, и получил первый ответ. Он говорит, нет, пожалуйста, на фоне белой стены, потому что это сильно отвлекает. То есть все-таки пробы. Но то, что вы были одеты, та же на Тамерлан, я потратился. Я взял в аренду национальный казахский такой костюм такой в мехах. Я нанял гримера и попросил ее принести на кладную бороду. Я снял салон, фотосалон с циклорамы, чтобы все было на фоне белая. Профессиональную камеру у друга взял. Ирдон Телемисов мне помог у него. Отличная камера, кстати. И мы это вот такой командой. Я снял сначала с бородой всю сцену и без бороды. А сцену ты сам выбираешь? Нет, они скидывают. А они скидывают? И вот, получается, ты сделал для них сразу две опции. Ты облегчил им жизнь, потому что отправь ты и без бороды и скажешь, а можно с бородой? Отправишь с бородой и скажешь, а можно без бороды? И ты, получается, заново будешь все это делать и так далее и тому подобное. А здесь все. Два варианта. Оба на английском языке, как и требовалось. Мне через неделю перезвонят и говорят, слушайте, а ведь у вас теперь хоть и на другую роль. мы посмотрели обе и мы вам даем лучшую роль, чем на которой вы пробовались. Я говорю, ну и супер. Отлично. У которой больше диалогов, больше скритая. Да, она больше вам подходит, потому что мы посмотрели на ваш диапазон, она больше вам подходит. Классно. А на матстанце, получается, ты еще являешься каскадером? Я являюсь каскадером на матстанце, но я тот каскадер, который больше актер, чем каскадер. То есть, допустим, когда предлагают роль, я прописываю, что я могу делать трюки сам. Понятно. Лошади, мотоциклы, машины, драки на ножах, на мячах, рукопашные и так далее. То есть, это как бы, опять-таки, я помогаю режиссеру, что ему не нужно искать мне дублера или еще кого-то, чтобы это тоже проблема, найти похожего, его одеть, дубль костюма и так далее. То есть, я некоторые вещи могу делать сам. Давай поговорим про, ну вот мы поговорили про как бы именно актерское, актерское искусство, актерскую работу. Вот в второй главе этой беседы хотелось бы поговорить про кино как бизнес. Давай посмотрим на, представим, что есть зритель, кто хочет снять фильм для казахстанского рынка. Давай ему распишем экономику фильма. Сколько, какие деньги нужно рассчитывать, сколько там приходится, с какой суммы делиться с кинотеатрами, там как вот примерно И как, наверное, как эффективно снять фильм. Как эффективно, можно так, да. Как эффективно снять казахстанское кино. Но я сейчас скажу, как это по фэн-шую лучше сделать. Да, да. Давай так. И как это делается у нас в Казахстане. Уже опытом доказано, что в Казахстане, чтобы отбить свой фильм, ты должен вложить не больше 150-200 тысяч долларов. Понятно. Для кино это мизерные деньги. То есть, опять-таки, обыватель может подумать, вау, 150 тысяч долларов, ты можешь снять там какой-то крутой фильм. Нет, на самом деле нет. Если ты хочешь снять хороший фильм с хорошими актерами, этот фильм прокатить в кинотеатрах, 150-200 тысяч долларов, это очень мало. Самые малобюджетные фильмы в Америке начинают от миллиона и выше. То есть, миллион долларов это вот малобюджетный фильм в Америке. У нас, к сожалению, это вот 150 тысяч. Что ты можешь снять на 150 тысяч долларов? Это комедия. Почему комедия? Легкий жанр. Это, как правило, современная история. Тебе не нужно придумывать одежду, тебе не нужно придумывать какие-то новые локации. Это не будущее, не прошлое. Это вот как сейчас есть, мы с тобой сидим. поставил камеру в диалоге. Все строится на диалогах и на ситуации. И для продюсера комедия, она, как правило, отбивается. Почему комедия, опять-таки? Здесь есть два фактора, и каждый выбирает подходящий. Во-первых, комедия это очень легкий жанр, и людям больше свойственно хочется рассмеяться, отдохнуть от жизни, немножко отвлечься. И второй фактор, он больше описан в таких научных работах о том, что чем хуже ситуация в государстве, тем больше снимается комедия, чтобы все-таки отвлечь народ от того, что ему сейчас плохо. И опять-таки комедия действительно легкие, ты отключаешься, ты посмеялся и потом возвращаешься в свою реальность. И ты можешь заработать как продюсер, и как правило люди зарабатывают. А сколько может заработать на максимум? Ну, посмотреть, если на Нурлану Хомбаеву, бизнес по-казахски, бизнес по-казахски и My Love I Solu, он побил рекорды. Это миллиард тенге, да, наверное? Да, где-то около миллиарда. Это получается порядка двух миллионов долларов, если там себестоимость 150, два миллиона бюджет. У него, наверное, себестоимость не 150, потому что это все-таки зарубежно. я не скажу сколько, но в любом случае заработать можно. Ну, правильно, получается, если бокс-офис два миллиона, то миллион остается кинотеатром. 50 процентов, да. Получается, миллион остается продюсеру, и он должен уже там поделить. ты им половину отдаешь кинотеатру, потом ты отдаешь инвесторам сумму, которую они заложили, ту, которую ты им обещал, что они заработают. Потом ты начинаешь расплачиваться со всеми остальными, кому ты должен. Как правило, продюсеру остается не так много. Понятно. И эти деньги он должен еще потом вложить в новое кино. Следующее кино. Но это при хорошем раскладе, что ты все-таки заработал. Да, да, да. А представляешь, что ты не заработал. И я, наверное, опять-таки, это не та программа, где надо раскрывать все карты, но есть и подводные камни, где кинотеатры забирают еще больше. И опять-таки, возвращаемся к этой истории про бокс-офис, что ты не можешь проверить, ты не можешь доказать, ты не можешь указать на эти, скажем так, течения. А если вот, как бы, представим, что мы вообще не хотим, ну, точнее, не мы, а зрители, кто-нибудь, они не хотят снимать какой-то классный творческий фильм, им просто, кино это просто способ заработка. Есть ли какая-то формула, окей, ты отметил, что это комедия, есть ли какая-то формула сценария, которая точно залетит? Форма сценария? Ну, вот смотри, опять-таки, комедия это 100%. Ребята доказали с фильмом «Пацанские истории», что только отдав одной сетке кинотеатры, и это не мажорная сетка, не мейджоры, ты можешь заработать тоже около там полутора даже миллиарда тенге. То есть с проектом, к примеру, 5.32 или «Щикер» это не популярный жанр. Да. Он даже, более с того, скажу, он, это был дебютный жанр для Казахстана с 5.32. но при этом он и «Щикер», «Щикер» был продан на зарубежной рынке про то, что я говорил, у проекта появляется новая жизнь. Здесь нет стопроцентной формулы. Кино – это всегда лотерея. если ты думаешь, что вот конкретно вот эта история залетит, комедия, для тебя она сто процентов смешная, ты каждый раз читаешь, ты каждый раз смеешься в слезы, вся группа смеется в слезы, ты это снимаешь с лучшими актерами, но ты можешь выйти параллельно с каким-нибудь блокбастером американским, Universal, там, я не знаю, Marvel, DC, и твой фильм просто не увидит. Тайминг очень важен, да? Или, может, ковид, тоже форс-мажор. Очень много фильмов вышли прямо до ковида и пробыли в кинотеатре неделю. Очень много погорело. Это лотерея, это стопроцентная лотерея. Ты должен, во-первых, снять хорошее кино, достойное, найти сеанс именно в период, какой ты хочешь показать. Как правило, все борются за предновогодние вот эти дни, когда люди, вроде как, им делать нечего, но ульц холодно, не погуляешь, и все идут в кино. Потому что все бокс-офисы фильмов, которые заработали огромные деньги, они все идут в период Нового года. Это вот самый такой прям золотой период. Ну вот «Ёлки», наверное, хороший пример такого фильма. А почему их создали? Потому что, да, все хотят волшебства перед Новым годом. А куда еще сходить всей семьей? Ну, кстати, вот насчет комедии, я помню интересную мысль Игорь, Игорь Цайделился, он говорит, что одна из причин, ну, один из насадков комедий локальных, это то, что юмор очень трудно путешествует, потому что он же по определенной локальной, и очень трудно перевести эту шутку на другой язык, и, соответственно, эта комедия не будет такой популярной за пределами в Афганистане. Поэтому я и говорю, что у фильма есть, когда ты его столько создаешь, должен учитывать, для кого ты это создаешь. Есть, конечно, есть очень много локальных шуток, но есть и универсальные шутки, там, если взять какую-нибудь французскую комедию, мы одинаково смеемся над их шутками, потому что мы, это все происходит, то же самое у нас, взять американские некоторые комедии, да, они где-то тупые, они где-то супер тупые. Тупые еще тупее. Тупые еще тупее, да, там есть некоторые абсурдные комедии, но ты находишь, они находят отглаз в тебе. Есть, конечно, если брать там какие-нибудь арабские комедии или турецкие, то ты мало чего поймешь, потому что они действительно локальные. Так же и с нашими, там, про Келлинок, про какие-то там Бажух, Байбище и так далее, то есть, либо надо это объяснить, но это очень долго, и, скорее всего, это все-таки больше ментальная история. И очень много, к сожалению, у нас именно вот этих тойских историй снимается, которые уже просто набили оскомину, мне кажется, у зрителя даже. И зрителю они надоели, но они все-таки продолжают сниматься, и люди думают, что это интересно. Но дальше они не уйдут. Да, это такое национально-локальное кино. Давай поговорим про стриминговый бизнес, получается, что нужно сделать нашим, может быть, киношникам, чтобы казахстанские фильмы появились на Нетликсе. очень много видно польских фильмов, вот прям такой идет ренессанс, да, Нетликс поддерживает фильмы. Ну, по Польше очень ясно все, то есть низкая себестоимость, они могут там сразу сотни фильмов, наверное, поддержать. что нужно сделать нам, чтобы у нас появились казахстанские фильмы, которые Нетликс покупает. Ну, давай сразу поймем, мы хотим, чтобы на стриминге это было именно зарубежных, там, типа Hulu, Нетликс, Apple+, и так далее. Во-первых, сам продукт, он опять-таки должен быть универсальным. Он должен быть универсальным, он должен быть уникальным, и он должен быть интересен зарубежным, зарубежному зрителю. И он должен быть на языке того зрителя, куда это будет показано, где это будет показано в первую очередь. Мои друзья сейчас, я сам отснялся в нескольких сериалах на английском языке, и эти проекты собираются продавать именно на зарубежной платформе. Потому что русский язык сейчас, он как бы немножко нон-грата. И, естественно, по каким причинам? И переозвучивать, это тоже очень дорогостоящая история. Легче взять уже англоговорящих актеров, снять с ними на английском языке и уже это продавать за рубеж. Это первая история. Вторая, для Нетфликса конкретно, это, наверное, опять-таки многие бы хотели знать, как попасть на Нетфликс. Но, насколько я знаю, во-первых, ты должен иметь как минимум кого-то в знакомых, в близких, кто соприкасаем с кем-то в Нетфликсе, с продюсером, с отборщиками и так далее. Но появиться на Нетфликсе, это же, я не знаю, не выиграть там какую-то лотерею. Это, да, твой фильм покажут на какой-то период, и на этот период ты не имеешь права никуда больше показывать его, а потом его просто уберут. Это же не Нетфликс оригинал, не их заказ. И прям стремиться туда, чтобы сказать, что ты был на Нетфликсе. там миллионы контента, и каждый контент еще распределен локально. Там для Индии свой контент, для Индонезии свой, для Америки свой. Не факт, что твой фильм попадет именно в топ того региона. То есть, это у некоторых Нетфликс, это какая-то вот, что ты появился на Нетфликсе, заведочная мечта. Сверху там сразу золото на тебя и так далее. Нет, на самом деле, если посмотреть, там миллионы контента, которые ты никогда не видел и не увидишь никогда. Это возможно, там кто-то посмотрит, да. И третий вариант, опять-таки по Нетфликсу, у них есть свой регламент, свои правила, как нужно снимать и на что нужно снимать. Это определенная камера, определенный звук, цветокоррекция и там хронометраж. То есть, у них есть свой свод правил. Если что-то из этого не присутствует, то они твой проект просто не возьмут. Вот и все. Понял, понял. Вот ты отметил, что кино – это такой лотерейный, такой хит-дривен бизнес, да, где невозможно там все прочитать. Фактически рынок решает, захочет он это смотреть или нет. Как думаешь, ну вот логично сразу такая история. То есть, если это такое-такого рода бизнес, рекомендуешь ли ты продюсерам, режиссерам, вообще киношникам создать еще такой более предсказуемый бизнес настроения, не обязательно связанный с кино, который позволяет оплачивать счета такой, и позволяет на этой, на дистанции дольше и дольше продержаться. Для себя я решил, что у меня будет и есть свой бизнес, который дает мне определенное количество энную сумму денег, чтобы я не брался за все подряд, которое помогало бы мне кормить мою семью, потому что, опять-таки, в казахстанском кино пока еще ты не можешь заработать столько-столько ты хотел бы. И благодаря, опять-таки, тем же продюсерам из Совка, которые готовы платить другим больше, чем своим. Но здесь ты сталкиваешься с проблемой, что ты не можешь открыть бизнес и чтобы он был, жил своей жизнью без твоего присутствия. Любой бизнес, который ты открываешь, неважно, что это, оно требует стопроцентного твоего вмешательства. Да. Здесь, значит, либо ты в какой-то период просто берешь паузу в кино и начинаешь развивать этот бизнес. При этом ты абсолютно просто выходишь, выпадаешь из всей этой истории. Хорошо, если ты пришел в кино, когда у тебя уже есть бизнес. Но, как правило, я таких людей не знаю. А если знаю, то у них, они разрываются, у них там или ресторанный бизнес или еще что-то, и они не могут и там, и здесь быть. Если вы хотите попасть в кино и при этом чувствовать себя независимым, не знаю, родитесь в богатой семье по возможности. Понятно. Трудно, то есть совет, который трудно претворить в жизни, да? Спасибо. А как с энергией нормально все? У нас есть третья глава, связанная с будущим. Супер, давай. Как ты видишь свое идеальное будущее? Твое видение? Ну вот, недавно буквально вышел новый фильм документальный про Арнольда. Я с удовольствием его посмотрел. Шварценеггера? Да, да, да. И это один из немногих людей, который имел три успешные карьеры в совершенно разных сферах. Да, невероятно успешный спортсмен. Одиозная личность. Одиозная личность. Просто. Абсолютно. Уникальная в плане того, что с жутчайшим акцентом, с отсутствием актерского мастерства, но при этом, и это очень важно для актера, быть в нужное время в нужном месте, благодаря сестре, да? Ну, он, 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 получается, переехал в Л.А. на самом деле не, не, не для кино, кино роли. Да, но вот именно то ли Клинтона, то ли... Да, да, у него, у него была жена, это племянница Кеннеди. Кеннеди, Кеннеди, да. Кеннеди, Вот, и вот как-то вот все совпало. Где-то это такая, где-то, мне кажется, казахская история, что его там пропихнули туда, но благодаря таланту он удержался. Да. И если ты смотришь фильмы в оригинале, я просто поражался тому, как его Голливуд принял. Да. То есть жучайший такой, но даже не немецкий, а именно австрийский акцент. И до сих пор он не меняется. Да, да. Ему, наверное, вредно даже менять его. Да, это его, это его фишка, это его сигнича, скажем так. И та же самая история была со Сильвестром Столлани. И та же самая история была с, там, не знаю, Дольфа Лунгренда, в принципе, все того, кроме Чак Норриса. Потому что Чак Норрис придумал вообще все в этом мире. Когда Чак Норрис прыгает в бассейн, он не становится мокрым. Это когда дождь, когда идет дождь, то не он становится мокрым, а дождь становится Чак Норрисом. Да, да, да. В его разе. Я покупал книгу в Лос-Анджелесе все шутки про Чак Норриса. Я обожаю. Ему сейчас уникальный вообще человек, ему 83 года, да, по-моему, в этом году исполняется. А мама, мама еще до сих пор жива. 100 плюс лет ей. Ну, это, в смысле, даже не обалдеть, потому что, конечно, Чак Норрис. Да, Чак Норрис. Это не Чак Норрису, там, 80 лет, это 80 лет исполнилось Чак Норрису. Это как это, да, то есть, это не Златан закончился футболом, это футбол закончился с Златаном. Примерно, да. Да, Златан, это новый Чак Норрис. Ну, да, то есть, и Арнольд, он, ну, то есть, феноменальная спортивная карьера, актерская карьера, политическая карьера, и вот он рассказывает про свою визуализацию, то есть, он как он представлял еще будучи там, когда жил там, в Граце, как он выходит на сцену, ну, вот, на этом бодибилдинг-соревновании, и все кричат Арнольд, Арнольд, и это сила визуализации. Давай вот попробуем эту силу визуализацию исключить. Как ты видишь свое идеальное будущее в ближайшие 10 лет? То есть, не скромничая. Я знаю, что у тебя, как бы, большие такие, как бы... Я пытаюсь визуализировать, да, и что я вижу? Я вижу себя на красной дорожке, я хочу быть первым казахом, который получил Оскар, который получил, что там еще есть, ветвь пальмовую, а, мне-то уже самалку получил, но я хочу быть первым мужским актером из Казахстана, который получил ветвь. Голден Глоб? Голден Глоб обязательно. Может быть, даже Бафта, если получится, британский. С учетом твоих спортивных данных, ты, скорее всего, вернешься от удара Уилла Смита. Ну, да, возможно. Я вряд ли буду говорить что-то про его супругу. на самом деле это все выполнимо. Да. Это абсолютно все просто. И мне кажется, что если у нашего государства станет задачей сделать актера из Казахстана, который может получить Оскар, это все делается вот так. Что для этого нужно сделать? Снять фильм, снять фильм с режиссером. В топовом. В топовом. Вложиться чуть-чуть. В принципе, это и так наши вкладываются то в экспо, то еще какие-то проекты, которые никак не возвращаются обратно. Именно финансово и репутационно. То есть где-то вложиться, чтобы это был конкретно проект, чтобы это было целенаправленно, чтобы это об этом опять-таки как паразиты снять что-нибудь такое, что могло бы просто взорвать публику зарубежную. И допустим, одно, ладно, одно получить Оскар за там зарубежного актера, а вот именно получить Оскар чтобы биться рядом с именитыми актерами, вот это уже, мне кажется, стоит того. Значит, нужно снять какой-то американский фильм с американским режиссером. Что-нибудь такое эдакое, опять-таки, это же тоже политика. Да. Просчитать тренд, просчитать, куда движется и что, опять-таки, нужно для Оскара, это нужно, чтобы за тебя как минимум трое людей из оскаровского комитета проголосовало за тебя. А с каким режиссером ты бы хотел получить Оскар из зарубежных, из топовых? Нолан. Не скромничай. Нолан? Нолан? Да. Или Уэй Сантерс? Только они два. Никто, никто больше. Ну, давай, третий бронзовый медаль кому дай. Вайкики. Тайка Вайкики. Что-нибудь безумное такое. Нет, то есть топ-3 не входит там Тарантино. Скорсезе. Тарантино он же сказал, что больше не будет снимать. Десятый фильм он что-то снимает, нет сейчас? Он сейчас сказал, снимет последний фильм, вроде как выходит. А, и все, да, уже. Скорсезе, но боюсь, что он тоже скоро скажет, что больше не хочет снимать. А, сейчас вспомню его. Уиплаш, Шазель. Шазель, Дэминин, Шазель тоже возможно. Да, то есть я с любым из них. С любым из них. Топ-3. А, понял. Теперь вот такой вопрос, как, ну вот, на твой взгляд, план по завоеванию Голливуда в качестве актера, как этот план должен выглядеть? Что нужно сделать? Если брать систематически, то это начинается все с агента. Чтобы нанять агента, ты должен получить рабочую визу. чтобы получить рабочую визу, ты должен подать на нее, заплатить около, там, варьируется от 10 до 20 тысяч долларов. Ты имеешь в виду О1, да? О1, О2, но она тоже, она ограничивает твою работу, ты не можешь в некоторых проектах работать, потому что она, это типа ИП и ТО. Да, да. Вот О1 это ИП. Если какие-то большие суммы, то ты не имеешь права там работать. Значит, нужно подавать на грин-карту. Это тоже отдельная история. Здесь лучше, мне кажется, не проходить весь этот путь, а именно здесь уже добиться максимума, чтобы как бы отсюда или же проходить кастинги дистанционно. А тебе не кажется, что ты уже максимум здесь достиг? Ну, есть такое, но в нынешнюю ситуацию люди все-таки к нам больше прилетают, приезжают южнокорейцы, американцы и так далее, и так далее, китайцы. То есть вот эти возможности или коллаборации появляются? Возможно здесь, да. И опять-таки через несколько рукопожатий ты можешь... Мне кто-то тоже в Америке объяснил. Ты можешь опять начать все с нуля, но тебе это надо? Да, да, да. Лучше добиться максимума в своей стране, чтобы тебя заметили. Правила для Америки, именно для кино и так далее, ты должен доказать свою уникальность. Да. Чем ты уникален? Почему они должны тебя взять? Ну, мне кажется, какой-нибудь фильм, который действительно затронет какие-то проблемы, и он будет международный, но он будет снят американцем, это все очень просто, на самом деле это все просто. Да, да, да. Взять деньги, там, я не знаю, те, которые были потрачены или будут потрачены на очередную какую-нибудь пустышку а-ля Экспо, вложить в кино. Об этом Нурлан Хуэмбаев неоднократно говорил. Снять действительно кино, о котором будут говорить весь мир. Сценарий, как ты думаешь, должен быть конкурсом сценариев со всего мира сделать конкурс, чтобы... Возьми режиссера, у него 100% есть уже готово адаптировать его просто и все. Понял, понял. А какой примерно, о какой сумме идет речь? Какой должен быть бюджет такой фильм? 100 миллионов. 100 миллионов долларов. Если говорить 100 миллионов долларов, ты можешь привлечь топового режиссера американского. Смело. Смело. Отдай ему половину, наполовину снимай. Да. А дальше он уже приходит со своими там звездами американцами, плюс часть контракта в том, что государство говорит, что вот мы рекомендуем вот этих наших отечественных актеров. Да, то есть опять-таки почему мы ему даем деньги? Потому что вот эти, вот эти будут игры. Это было бы замечательно, да, потому что... Это очень все просто делается. Да, то есть потому что это вклад в репетационное, ну как бы, как головки, да, то есть весь мир начинает говорить о Казахстане, о казахском кино, да? Если это сделать как проект и посмотреть ретроспективу, что до 2000, когда «Паразиты» в 2001 взяли, то есть до 2021 за всю историю «Оскара» ни одного азиата во-первых, даже не номинировалось, а более того, были оскорблены, когда американцы, белые, игравшие азиатов, стереотипных, они подрисовывали глаза. Да, да. Они получали «Оскар» за то, что играли китайцы какого-то. Одна женщина играла мужчину китайца, белая, и она получала за это «Оскары». И вот только «Паразиты» пробили вот эту брешь, когда азиаты, которые играют азиатов, могут получить «Оскары». И действительно, сейчас вот в эти ворота можно войти сейчас, пока еще это они свежие, и можно заявить о себе. Все везде и сразу. Да. Бум. Да. Второй прецедент. Да. Кстати, вот я читал, что на главную роль эти два Дэниела, два режиссера, они поехали в Гонконг приглашать Джеки Чана. Джеки Чана отказался. Понятно, это как бы хорошо, потому что я сомневаюсь, что фильм получился таким хорошим, без Мишель Юа, а с ним. Есть ли у тебя такие, может быть, сожаления, фильмы, которые вот прям близки были прямо здесь, и ты по какой-то причине, не знаю, выпустил такие возможности? Было два проекта в 2020 году, я о них тоже неоднократно говорил, в март, это кажется бы март-апрель, когда только-только все запускалось, вся эта история с ковидом, от моих агентов поступил запрос на Марвел, в Праге должны были снимать историю, мой герой должен был быть киборгом, наполовину человек, наполовину робот японский, он из комиксов, но его еще доселе не экранизировали, и это вот новый герой, который должен был появиться, съемки должны были начаться в Праге, и как только мы начали переговоры, Прагу закрывают на карантин и на комендантский час, вообще вся Чехия была закрыта, наши самолеты тоже перестали летать куда-либо, и вот это было супер больно и больно до сих пор. Второй проект, он тоже был в 20-м, но это чуть позже, это апрель-май, где-то HBO в Южной Африке должны были снимать проект, где я должен был играть японского мафиози, главная мужская роль, там вся история вокруг девушки, которая предает клан, и мой герой в отместку за предательство его брата, он должен был за ней гоняться и, короче, пытаться ее убить, но в Африке помимо ковида еще и там и Эбл обнаружили и так далее, опять-таки самолеты не летают и не едут туда поезда, и тоже вот пришлось все закрыть. Есть ли такие роли, которые у тебя в голове есть, ты хотел бы их сыграть? Может, персонажей, которые... Я всегда говорю, что я мечтаю сыграть Шерлока Холмса, именно азиатского, или хотя бы приближенного... Угай Ричи, или, например... Да, кстати, он тоже надо в список туда. Но Гай Ричи сейчас не тот, к сожалению. Его фильмы, они... Блин, я не знаю, не хочется это говорить, но они... Снэч, Большой Куш, да? Это был прям его самый топ. Потом Джентльмены, что-то чуть-чуть уже немножко... Потом вот недавно я смотрел Спирс Борсон, мне кажется. Какой-то фильм тоже про... Где-то они там все время в разных странах и так далее с деньгами, с бриллиантами связаны. Но это уже такой немножко не Гай Ричи стиль. Понятно. «Карта, деньги, два стола» вот это вот его было. Какой фильм? Вот когда я посмотрел сериал с Люси Лю, что она играла доктора Ватсона, я понял, что все возможно в принципе. А на секундочку это вышло параллельно с Камбербэтч, когда вышел его сериал. То есть это была американская версия, где азиатка играет Ватсона, а здесь Камбербэтч. И оба достаточно были популярны. И я бы с удовольствием сыграл бы, не знаю, Султана Бейбарса или Атилу. А можно вопрос насчет Шерлока? Чем привлекательен тебе? Мне безумно нравится тот период времени. Вот когда грязная Англия или грязный Париж фильм «Видок» очень хорошо показывает. Не смотри. Обязательно посмотри. Или же есть фильм с Джонни Деппом, когда он там расследует убийство, когда убивают куртизана, кажется, если не ошибаюсь. Ох, я тоже не смотри. И он там влюбляется в одну и пытается ее спасти. Вот это какая-то грязь, разруха, когда они все курят опиум. И вот это все такое таинственное, где-то мифическое, когда, там, я не знаю, бродят вот эти болезни, когда они-то начали же носить вот эти маски, там, чума. И это все как-то вот, я не знаю, вот мне этот период очень нравится. Привлекает. Понял, понял. Ты начал говорить про вторую роль? Да. Султан Бибарс или Атила. То есть что-то из своего такого наших предков. Почему? Ну, Султан Бибарс, он из рода, из которого я тоже. Мне было бы очень приятно такую свою лепту внести. Ну, и тоже очень такая личность, которая отделилась и от Чингисхана, и вот она как-то так начала путешествовать. То есть его и в Египте знают, и так далее. То есть это тот персонаж, которым стоит все-таки снять кино. И Атила, мне кажется, до силия, об от силия никто не снимал. Это наш предок. А вот как, не как актер, а если представить, что ты режиссер-продюсер, я думаю, что у тебя тоже есть как бы намерение в этой сфере тоже. Какой бы ты хотел фильм снять? Я сейчас как раз продюсирую один проект, сериал. Он больше связан с образовательным ОПГ. Окей. мне кажется, будет интересен для нашего зрителя. Оно прям сверхсвер задача. Я хочу какой-нибудь снять как труд детектив, какой-нибудь мистический детектив, чтобы зритель все-таки поломал голову, была мистика, чтобы все время запутывать следы, чтобы он думал, это реальность или же это все-таки какая-то потусторонняя сила. А как тебе, насколько тебе интересен фильм, ну вообще фильм про боевые искусства? То есть это про тебя или не совсем? Они, я знаю, что я вырос на фильмах этих 80-х, 90-х. 80-е это когда молодые китайцы с белыми усами и бородой играли стариков или умели летать еще. Да, уща фильм. 90-е это когда опять-таки Шварценеггер, Сталлоне, Брюс Ли и так далее. Но сейчас это будет немножко пошло выглядеть, если снимать фильм про боевое искусство именно в таком стиле. На тот взгляд, это уже время прошло, да? Максимум, мне кажется, на данный момент это вот в принципе Джон Уик достаточно неплохо нашел свою нишу, потому что сами ребята-каскадеры, которые сняли, они полностью руководят всем процессом. Да. Фильм... Режиссер, по-моему, там бывший каскадерс. Это одна из самых популярных каскадерских групп. Что-то Eleven, если не ошибаюсь. Фильм с Хемсфортом на английском extension или extortion. Короче, история, где он должен вытащить ребенка из индийского плена. Очень там... Ну, там больше, конечно, не боевые искусства, там именно экшен-экшен, зубодробилка такая. И мне кажется, на вершине всего, всей этой горы это Ред. Первая, вторая часть. Вот мне кажется, если снимать что-то про боевое искусство, то именно должно быть как Ред. Понял. Интересно. Ну, то есть, я просто вот как зритель, опять же, абсолютно дилетант, мне очень нравятся фильмы вот 70-80, особенно вот 80-х, где вот много вот этого... Именно не американские фильмы, гонконгские фильмы, где на самом деле там люди себя травмируют, там нету вообще спецэффектов, там все по-настоящему, и все такая хореография динамичная, все прям так быстро-быстро все происходит, такой танец на экране. И как бы такое ощущение, что когда Гонконг перешел в руки к Китаю обратно, в 97-м, по-моему, как будто гонконгское кино на этом закончилось. То есть они перестали, я не знаю, все герои... Тут вроде Вонга Карвая, когда он был еще до этой всей истории. Ага, ага. Ну, да, ты знаешь, вообще в кино снимать драку это достаточно тяжело. Это действительно хореография. Но есть хореография а-ля балет, когда ты прям ноги в разные стороны, и ты видишь, что это действительно хореография. когда он падает, не просто падал, он должен сделать несколько кувырков. Да. С одной стороны, если ты это любишь, ты, в принципе, можешь это принять. Да. Но мы же со временем становимся более... Нам не хватает вот этой жестокости, нам не хватает реализма. И именно почему я говорил про рейд, потому что истории там нет. Там чувак из спецназа заходит в дом и тупо этаж за этажом, этаж за этажом он просто выносит всех, чтобы дойти. Я не помню первую часть кого, он там девушку спасает, кажется. Но как это снято? То есть там и молотки, там и кровь, там и какие-то битвы. Ничего лишнего. Просто минимум диалогов, максимум экшена. Я помню, на меня фурор произвел фильм «Идентификация Борна». Мне кажется, это когда впервые показали траку, именно приближенную к тому, как это должно быть. Это впервые было показано, как, я не знаю, там, как кажется, Крафмага больше было, что ты используешь все, что у тебя окружает, журнал взял, начал журналом избивать. Что-то под руки попалось ты этим. Это не утрированное, как с Джеки Чану, когда там читаешь, а там ты реально можешь этим забить. Ты берешь книгу, ставишь ее в зубы и начинаешь просто колотить по этой книге. То есть «Идентификация Борна» мне кажется, впервые было показано, что ты можешь предметами тоже драться. Не просто рассчитывать на свои силы, а именно все, что вокруг тебя, это тоже оружие. И мне кажется, ну, опять-таки, это мое личное мнение, мне приятнее смотреть приближенное к реальность. Ну, в этот плане Джон Вик, наверное, понятно, почему. Мне очень приятно смотреть «Джон Вик», потому что это такой прям дух гонконгского кино в 80-х. Понятное дело, что с реализмом, выстрел в голову, выстрел там, ну, то есть, видно, что реализма там больше, нету вот этих вымышленных вещей, но приятно смотреть кино, которое три часа просто сделано для драк. При этом мне тоже было приятно смотреть, я не помню, как фильм называется, там про тюрьму, Джон Бойко, там еще герой Бойко. Я не уверен. Почему-то в российской тюрьме черный и американец, они там начинают драться, и там тоже, ну, там супер хореография. Ну, вот прям супер хореография, что накачанные мужики, они умудряются делать сальто двойной, при этом в конце еще так с оттяжкой на голову ударить, это красиво. Да, да, да. Еще под музыку Линкен Парк особенно, везде это монтаж. Да, да, да. В этом плане Донниен, конечно, такое тоже второе дыхание чувствует, да, то есть у него были очень хорошие фильмы, когда он еще был совсем молодым, с Юн Ву Пингом он снимал там «Пьяный обезьян», «Мастер тай-чи», и вот такое было ощущение, что вот он будет таким гонконгским актером. Потом появился Ип Ман, да, и вот ну, как бы, у него были, конечно, маленькие фильмы до этого, в Америке, но после Ип Мана как будто опять он пришел заново здесь, и у него появились самые роли и в Джон Вике, и в «Звездных войнах», и вот там такие тоже интересные у него роли. В этом плане какие вот, может быть, если говорить про боевые искусства, экшн-звезд, с кем бы ты хотел сыграть в одном фильме? Вот, ниже перечисленный, плюс… То есть Донни Ян был бы в списке, точно? Донни Ян, потом я сейчас у меня просто вылетел из головы «Бог азартных игроков». А, Чо Юн Фат? Чо Юн Фат, да, с удовольствием бы сыгрался. Там еще, по-моему, играет Энди Лау, но он не экшн-звезд, но он тоже такой. С Джеки Чаном тоже все возможно, он очень сильно дружит с Казахстаном. Да, да, да. А смотрел его последний фильм? С Синой? С, про жеребца. А, все на зеленке, кажется, снят. Я вообще был последние 10 лет сильно разочарован Джеки Чаном, потому что я большой фанат. Да, но с выбором кино там, конечно, нет. Да, но там было кунг-фу-йога, какой-то вообще трэш. И вот жеребец, я, ну как бы, мне понравился, потому что это такой некий интро Джеки Чан 101 для, я вот в кино ходил, дважды прошел в кино, чтобы посмотреть, то есть публика очень молодая, я думаю, что они даже не знают про его фильмы, там, пьяный мастер, там, политическая история. Но его удачный фильм был «Иностранец», если не ошибаюсь. Это было удачно, в 2017 году, перезбросан. Да, но там был, по-моему, я понял, что чего не хватает Джеки Чаномский фильм, это хорошие истории, вот, у него это было на основе книги, какого-то бестселлера, и я такой, окей, понятно, почему это зашло. Обычно у него там сценарий пишет он сам, да, и там написано показывать неудавшийся кадр. То есть у него, в принципе, идеи закончились, он всегда там полицейский, там, как бы, в этом плане хорошо, что он сейчас стал взаимодействовать с молодыми ребятами, вот, режиссер этого фильма «Кунфу Живец», я так понимаю, большой любитель какие-то корейской драмы, там такой слезливый фильм. Мне больше всего понравилось, что он с такой самоиронией, он про каскадера, чьи лучшие времена уже закончились, и... Типа однажды в Голливуде. Да, и больше ему никто не звонит, вот. И это, ну, мне кажется, для Джеки, как бы, понятное дело, что он супер востребованный актер, но его большие фанаты все-таки знают его за его топовый фильм, и там много пасхалок с его старых фильмов. Я, кажется, видел нарезку. Да, мне понравилось именно вот это. Там даже есть моменты, последний спойлер, полностью себя отобью желание смотреть этот фильм, там, там есть моменты, дважды причем, где показывают его нарезку его старых фильмов. Грамотно это вставили, что это прям очень... Круто. Да, это мне понравилось. А вот, если не говорить про, не про боевых актеров, вообще, какие твои любимые актеры мировые? Энтони Хопкинс, Роберт Дауни-младший. Кто еще? В принципе, их тоже много. Ну вот, что, чем тебя привлекает Хопкинс и Роберт Дауни? В Хопкинсе мне нравится, что его какая-то вот эта маниакальная энергия. И кого бы ни играл, ты все время, ты как зритель не можешь понять, он сейчас шутит, или он сейчас реально играет этого героя, или у него многослойность есть сейчас. А в Роберте у него какая-то потрясающая харизма, и я не назову, может быть, каких-то там его лучших трех фильмов, потому что он сейчас больше всего запомнился как Тони Старк, но при этом фильмы с ним хочется смотреть и смотреть. Мне очень понравился фильм Чаплин с ним. Чаплин. великолепно сыграл, и он мне взял тогда Оскар как раз-таки кажется из-за Энтони Хопкинса. Возможно, да. Ох, интересно. Да, иногда некоторые такие фильмы есть, которые попадают прям под бульдозера какого-то большого блокбастера. Я помню, в 2003 году вышел фильм Последний самурай, мне очень нравится этот фильм, но он вышел тогда, когда вышел Волослин колец. Ну все. Да, кстати, так часто бывает. Нет шансов. А есть ли такие актеры, которых тебе очень легко не знаю, импрессионировать как бы там подражать, скажем так, подшутливо их не знаю. Наши местные? Можно, давай мы можем одного местного и одного зарубежного. Местные, я очень часто шучу над Бериком Айджановым. Ага. Можно ли какой-то небольшой Берик, извини еще раз. Я, кажется, обещал, что я больше этого делать не буду. И когда он хочет сделать перерывом, я бы вышел сейчас немножко, подышал бы воздухом, ни у кого нет зажигалки. О, да, все нормально, хорошо, Джан, Рахмед, Рахмед, все, да, да, сейчас, пять минут, пять минут, Это Берик. Это он говорит в съемочной группе? Да. Ага. А из зарубежных, дай подумать, блин, я даже, это надо, это прям надо смотреть в оригинале и я сейчас не вспомню, наверное. А может быть, еще один, может быть, из твоих близких друзей, кого тебе прям большое удовольствие доставляет проделать? Ну, еще из Довлетов Дагопаров, наш такой великан, который тоже играет во всех исторических фильмах, он обычно так говорит. Круто, круто, круто. Да, это как бы этот, я просто хотел, чтобы были какие-то фрагменты актерской игры и это, наверное, самый такой. Сейчас, наверное, зритель, который сейчас уже два с половиной часа досмотрел это видео, скорее всего, он действительно хочет стать актером, то есть, если он сейчас здесь и может быть. И я заметил в последних сторис там, Война Аску, уже есть, разного возраста, если я не ошибаюсь, для людей, то есть, люди разных возрастов могут, то есть, мы поговорили о хорошем, о плохом, я думаю, вот, может быть, к этому моменту вот прям какие-то слова вдохновения, то есть, если реально есть желание, может быть, вот какие-то слова вдохновения, которые можно сейчас сказать тем, кто, может быть, сомневается сделать, может быть, им все-таки стоит что-то там тем-то пожертвовать, там, и... Буквально, я не знаю, когда выйдет передача, но мы буквально вчера выпустили седьмой выпуск нашей школы актерской. И когда студенты подходят ко мне, это уже получается седьмой выпуск, и из всех семи выпусков есть как минимум два-три человека, которые, они уже зрелые, они уже состоявшиеся, и они подходят и говорят, вы знаете, вот мы по молодости мы хотели стать актерами, актрисами, и наши там а, родители, б, муж, жена, там, еще кто-то, всегда есть какая-то третья личность, которая отговорила и сказала, что это несерьезно, что этим ты не заработаешь и так далее и тому подобное. И вот сейчас, когда им уже там сорок плюс, они говорят, мы закрыли этот гештальт, что мы вот столько лет мечтали, мы к этому стремились, мы хотели, вот благодаря школе, они действительно были на сцене, они блистали как актеры, они просто отучились и там получили сертификаты. И я им всегда говорю, вы не закрыли гештальт, вы его наоборот только открыли. Потому что я вижу у человека с опытом, я говорю, значит, все не просто так было, значит, вам этот путь нужен был, чтобы пройти, прожить эту жизнь, прочувствовать ее. И сейчас вы, как актер или актриса, можете что-то рассказать зрителю. Это самое важное. если у актера нет истории своей, ему нечего рассказать, то, как правило, его никто не будет смотреть. А здесь я вижу готовых актеров, актрис, причем действительно это самородки. Мы им только немножко помогли, мы им рассказали, как можно что-то добиться, это больше как ремесло, но у них это уже все есть внутри. Я им говорю, не останавливайтесь, продолжайте, если вы действительно этим горите, если вы всегда этого хотели, и вот сейчас у вас уже есть дети, они уже взрослые, вы занимаетесь собой, почему бы вам не начать новое? Это, мне кажется, даже с точки зрения психологии, переключиться на что-то новое, что-то интересное в жизни, то, чего ты никогда не делал, переквалифицироваться. Начните этим заниматься, мы со своей стороны поможем. Сок. Да, но имейте в виду, что это очень тяжелый труд. Сколько длится курс? Пять месяцев. А сколько раз в неделю или месяц? Три раза в неделю. Три раза в неделю, да, уроки. Нет, я уже говорю именно про после окончания курса, когда уже все-таки решили стать актером или актрисой. То есть этот пятимесячный курс это некая лак в сумму бумажка, насколько вы серьезный, да? Да, мы в конце прям настоящий спектакль. Вчера полуторачасовой спектакль настоящий. Тяжелый спектакль. Это не просто там красной шапочкой сыграть. Это действительно злободневный тяжелый спектакль. И вчера я тоже нашим студентам, выпускникам сказал, если вы действительно горите, то идите, несмотря ни на что. Потому что любая смена твоей профессии или вообще в жизни она требует жертв. кстати, я общался тоже с некоторыми выпускниками актерских школ, они говорили, что даже те, кто не становился в итоге актером, они говорили, что актерские курсы в итоге помогли тоже им в жизни, потому что они раскрываются. Какие еще преимущества у человека могут возникнуть после окончания актерских школ? Вчера по окончанию, когда мы уже сидели, все обсуждали, каждый рассказывал свою историю, очень многие поделились тем, что у них ушли их блоки внутренние, которые они сами себе на протяжении долгих лет создавали. И здесь они, прожив вот эту жизнь другого персонажа, посмотрев на себя со стороны, они говорят, мы, это лучше, чем посещение, не знаю, психолога или психотерапевта. То здесь, я не скажу, что это заменяет, но если попробовать, это действительно вам поможет, то почему нет? Очень много людей изменились именно психологически, ментально. Они проработали свои проблемы, но они их не проработали просто устно, они их прожили как персонаж. И так уж вышло, что наш преподаватель, он раздал этих героев ровно так, как им нужно было. У них были свои фобии, у них были свои блоки, у них были какие-то свои проблемы. И вот через этих героев, которые они приняли на себя, они их прожили и отпустили. И стали совсем... Я их помню в начале пути, в первом месяце. Я их увидел в пятом месяце. Абсолютно разные люди. Какие есть состранные такие или яркие упражнения, которые вы делаете в школе? Там странные и яркие они все. И все смеются вначале над ними. Но потом ты понимаешь, что даже вот это махание тазом вперед-назад, просто ты стоишь, и вот это просто такое движение очень достаточно пошлое. Но когда ты стоишь и делаешь это в круге, и, во-первых, это энергетический, обмен идет энергией, и во-вторых, при этом преподаватель дает задание говорить какие-то слова, и у тебя начинают работать совсем другие мысленные процессы, и это все вкупе дает такой результат, когда ты тоже меняешься. Через какие-то смешные игры ты добиваешься, ты проникаешь через свои блоки внутренние, через игры, обязательно через игры, как с детьми, ты пробиваешь эти блоки внутренние и прорабатываешь свои проблемы. Возможно, надо в универе вести курсы актерского мастерства просто всем, чтобы все были встали здоровыми. Мы хотим ввести в школе, чтобы у детей особенно после 7 лет начинается вот это замыкание в себе. Почему-то, опять-таки, где-то на биологическом уровне. Именно 7 лет, чтобы детишки через игры, через спектакли могли как-то поиграть и проиграть эти все истории между собой. Круто. Есть литература, да, и обязательно было бы классно актерское мастерство. У меня один вопрос, который я забыл в догонку добавить, это касающийся выхода в Голливуд. Вот есть IMDb Pro, да, это вот премиум аккаунт, я не помню, сколько там, 20 или 30 долларов стоит, и насколько я помню, 120. А, да, что 20, 125, кажется. А, окей. То есть он позволяет в принципе видеть там имейлы агентов и если, то есть условно, опять же гипотезируя, да, можно ли вот получается все эти кастинги получить доступ к ним и просто отправлять в холодную все свои рилс? Гипотетически можно. Но не работает? Потому что не знаешь, да, этого человека? Вообще рекомендуешь ты людям это сделать? Я не исключаю это, потому что у меня была такая история из жизни в 2015-2016 году, мы тогда были в Дубае, и у меня просто как будто бы, я не знаю, свыше пришло какое-то сообщение, что мы же сейчас живем в глобальном мире, что нас ничего не держит, мы можем открыть ноутбук и быть в любой точке мира. Почему я не могу отправить в Японию какие-то кастинги, в Корею, почему-то просто, я не знаю, мы уже ложились спать, это было 11 час ночи, я открываю ноутбук и начинаю вбивать в гугле кастинги Japan, Korea, и выходит все, вот если японцы, то это все в иероглифах, я что-то зашел, нигде нету на английском, окей, вышел, написал Корею, и почему-то в Корее открылся какой-то сайт на английском языке. Я захожу, это какой-то .com, я так понял, но при этом у них внутри кастинги, я почитал, и там у меня вылезло, как будто, вот я не знаю, Куки же вылазит такая, last call, подайте на обучение в Америке, типа в Голливуде, пройди обучение, я, ну у нас же мы такие, типа, всегда начинаем сомневаться, я думаю, ну сейчас, ладно, я сейчас нажму, потом придут деньги просить, ну почему бы не попробовать, я делаю, нажал на окей, пришла форма, я заполнил ее, отправил, через месяц приходит ответ, что я вошел в топ тысячу людей, я такой, ну окей, значит скоро будут просить деньги, через полмесяца там 500, 250, потом 100, потом 30, и вот так, каждую неделю мне приходилось сообщение, я жду, когда же придется все-таки там, заплати одну сумму, и ты можешь выиграть, потом приходит, что я вошел в топ-3, я такой, опа, до сих пор ничего не пришло, потом мне приходят сообщения, говорят, там, грубо говоря, послезавтра у вас будет время, по австралийскому времени, поговорить по скайпу, это что-то было неожиданное, я сказал, хорошо, у нас это было около, не знаю, 7-8 утра, у них это была поздняя ночь, и вот эта женщина, она говорит, а что бы ты сделал, если бы я сказал, что ты выиграл этот конкурс, я бы сказал, ну я бы сказал, круто, она говорит, ты какой-то самый неэмоциональный победитель нашего конкурса, я говорю, в смысле, она говорит, ты выиграл, и они мне оплачивают перелет, проживание, я жил в Вильне, у меня был там свой коуч, тренер, свой повар, это в какой стране? в Голливуде, в Америке, каждый день приходили всякие коучи, адвокаты, они рассказывали, как строится вообще жизнь актера в Голливуде, что обязательно нужен адвокат, там очень много всему, чему я там научился, я сам обучаю этому здесь, но фишка в том, что в любом случае тогда ты должен был жить там, сейчас это необязательно, сейчас ты можешь находиться где угодно и просто отправлять, то есть, возвращаясь к твоему вопросу, да, ты можешь отправить, возможно, раз в год и палка стреляет, все возможно, я не исключаю, но лучше знать этих людей в оффлайновом мире, да? абсолютно, туда он будет помнить, то есть, во всем мире практически все контракты, договора заключаются неформально, на какой-то тусовке, где один человек говорит, слушайте, я хотел вас познакомить, это вот очень талантливый актер, из там, Казахстана, грубо говоря, вы же помните, вы же собираетесь, что-то снимаете, он говорит, а, да, давай объединяемся в бизнес-карт и потом спишемся. Нужно быть актером, который топовый майнд для режиссера, а чтобы быть топовый майнд, нужно быть знакомым. Я говорю, для актера нужно быть в нужное время, находиться в нужном месте и самое главное, чтобы все люди, многие забывают и не знают, быть готовым. Если тебе спросят, скинь мне деморил там в течение часа, 90% в Казахстане не знают, что такое деморил актеров профессиональных. Они скажут, скинь сайт моему ассистенту, я посмотрю. Ни у кого нет сайта, Instagram, где твой, у тебя есть Twitter? Нет Twitter. В Facebook есть официальная страница, есть неофициальная страница. Скинь мне официальную. Ты скидываешь. Агент, кто твой агент? Окей, у меня их два, один там в Европе, в Париже, один сербка. Окей, есть агенты. Деморил, на, фото, держи. У тебя все готово. Что еще нужно? Нарезка боев? Легко. Нарезка всех героев там под музыку? Вот еще. То есть ты должен быть всегда готовым ко всему. Отлично. Последняя у нас рубрика это рекомендации. Не знаю, твои любимые книги или книги, которые ты там любишь дарить, перечитывать. В актерстве я всегда советую прочитать в первую очередь Станиславского, я его дарю. И есть такая коуч, американка, Ивана Чабак. Книга называется «Мастерство актера». Она достаточно редкая книга, но где-то я видел на полках у нас. Почему она, чем она хороша, тем, что она собрала самые интересные истории, потому что она обучала там и Халиберри, и Джекмана, там очень топовых актеров. Я с ней знаком, она прилетала в Казахстан. И в этой книге достаточно, я прочитал все эти книги, именно в этой книге достаточно на пальцах объяснено, как готовиться к роли, что такое кино, и как быть более-менее успешным в этой роли. И эту книгу я дарю именно актерам и стараюсь, если кто-то начинает или там и так далее. Кстати, здесь тоже можно потом... Круто. Топ... Фильм? Топ-3 страны для посещения. Топ-3 страны для посещения. В этом году я открыл себе Шотландию, это просто потрясающе. То есть это Шотландия, Сингапур, Шотландия, Сингапур, что еще? Блин, а вот третью я... Япония понравилась? Точно, Япония. Шотландия, Сингапур, Япония. А в какой стране ты хотел бы снять фильм? Япония, Корея. Почему? Во-первых, мне кажется, мы очень похожи. Визуально. внешне. И во-вторых, то безумие, которое можно показать в Японии, оно точно не залетит здесь, а по менталитету все, что там происходит, мне кажется, тот теневой мир, который происходит именно в этих крупных городах и странах, его очень легко будет показать и он очень будет интересен всему миру. Спасибо большое, Санджар, за такую беседу. Надеюсь, что ты... Я уверен, что ты устал, конечно, но в конце мы... Наш гость задает вопрос зрителям. Давай такой. Я не знаю, насколько он будет интересен, но мне кажется, там можно будет развить эту тему. В каком образе я буду получать Оскар на красной дорожке? Это будет национальный, это будет как Шаламе с вырезом на спине или что-то экстраординарное? Или как Саша Браун Коэн персонажа? Прикольно. Лишите свой вариант. Прикольный вопрос. И как бы будем... Ну, то есть... Самый оригинальный ответ. Самый оригинальный ответ. Получается, в каком образе Сан-Жар получит Оскар в Лос-Анджелесе. Ну, и вот есть же такая фраза, по-моему, Генри Теви Торо, то есть вы верите, что это произойдет, вы не верите, что это произойдет. Вы правы в обеих случаях. И то есть наши абсолютнейшие искренние пожелания уверены, что это произойдет. То есть мы будем... Надеюсь, что мы сможем быть там вот среди зрителей физически и как бы рукоплескать это. Потому что как бы именно представить это, это 50% игры, остальные 50% это уже имплементация, реализация. Поэтому тебе самых, скажем так, всех вершин в актерской карьере, чтобы все, что ты задумал, оно сбылось. Это самое главное. И чтобы у тебя был также... Ну, то есть ты очень энергичен. Это, наверное, одна из твоих суперкрутых качеств. То есть невероятная энергия, то есть постоянно каждый день у тебя какой-то полет, следующий проект начинается, там новый фильм, потом фильм заканчивается, потом нужно куда-то дальше лететь, и чтобы эта энергия всегда как бы была с тобой, ну и тебя окружали хорошие люди вокруг, которые тоже там делились своей энергией. Спасибо. С вами был Санджар Мадей, это был Инфакторио подкаст Be So Good, We Can't Ignore You. И, кстати, фразочку добавлю от Арнольда Шварценеггера, мне она очень понравилась. Кутат Куки Даун. Stay busy, be useful, let's get back to work. For hours, I'll be back. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...